Еврозона Но прежде чем Мы начнем Вот дайте мне пожалуйста минуту А потом уже из Беларуси в Польшу Значит есть такой депутат Бундестага от партии Дилинке То есть левые Андрея Хонько его пригласили в эфир Спасибо тем кто помогает Мне с эфиром И сбрасывает ссылки Рассказывает интересные истории В данном случае спасибо уходит Тимофею И Хонько Ну как сказать он разорвал Просто немецкий эфир При том что звучит фамилия по украински Он не говорит ни по русски ни по украински И корней у него украинских нет Вот так вот фамилия есть Хонько Или Хонько И зовут Андрей Ну может легенда такая не знаю Это единственный человек в Германии Который обратил внимание из высшего политического состава На то что например город Лейпциг Выделил деньги на ремонт улицы Степана Бандеры во Львове Понимаете вот таких мелочах строится много Ремонт улицы имени Степана Бандеры Выдали деньги там на проспект Мира Нет на Степана Бандеры И я не могу сказать что Хонько Какой-то особо пророссийский Он про немецкий больше Но душа у него Например за правду Он организовывал возле британского посольства Митинги в поддержку Асанжа Вот То есть с рупором Требования к британцам Освободить Перестать издеваться Да демонстрации знаете такие Когда тебя пресса не поддерживает Когда у тебя нету Кредит карт Из спецслужб ЦРУ То в принципе Хрен ты что организуешь Честно говорю Но тем не менее люди выходили В центр Берлина И плакаты развивали И пробовали докричаться До британского посольства Вот Почему я сейчас об этом говорю В эфире немецкого радио Андрей Хонько Объяснял Ну как бы немцам Но я скажу так Непосредственно своим оппонентам В данном разговоре И формула его Вот Разговора выстроена была Очень просто Представьте себе Все наоборот Представьте себе Победил Варшавский договор И Варшавский договор Мягкой силой Бах уже Западная Германия Входит в состав ГДР И Варшавский договор Расширился уже На Западную Германию Потом Присоединили К Варшавскому договор Вот как ЕС Присоединила Польшу Вот так вот Варшавский договор Присоединил Нидерланды И Бельгию И В принципе Уже так Подкрадывается К Италии И Тогда Мягкой силой Так как кто-то Сопротивляется В Париже Происходит Майдан И Майдан Говорит Мы хотим Вступить В Варшавский договор И Центр всего этого Не Бруссель Центр всего этого Москва И плюс К этому Варшавский договор Это не только Система экономического Взаимодействия Как внутри Евросоюза Это еще и Военная машина И вот эта Военная машина Все подходит И подходит Ближе Там Какой-то стране Например К Испании Все ближе и ближе И Есть например Такая страна Как Андора Ну например То есть разницы нет Какие страны Что за страны Но смысл понятен То есть Варшавский договор Приближается Варшавский договор Расширяется Притом Это еще Еще идет Милитаризация Вот то же самое Делайте вы Говорит Андрей Хунько То есть Эта модель абсолютно Правильно выстроена Объяснить людям Что они делают НАТО же это хорошо НАТО может расширяться И Представьте себе Вот такая уже Евроинтеграция Внутрь Варшавского договора Проходит И всегда Когда обращаются Там А можно там Вступит сейчас Босния и Герцеговина А у нас Политика открытых дверей И в этот момент Бабах По Боснии и Герцеговине Кто-то А не надо Вступать в НАТО Не надо Чтобы от вас Исходила опасность И Разговор их Я заставляю Передоскопками Ведь я начал все-таки С белорусов И начал с того Что я хочу поговорить О Европе Глазами белорусов А ведь Гениальные слова Лукашенко Просто Я считаю Ну так вот Шахмат поставил И Растерянность Которую я вижу И в польской прессе Я в европейской прессе Тоже вижу Растерянность И молчание Ну она там Они вообще Я не знаю Понабирали в рот Гвоздей Даже не знают Рассказывать им о том Что президент Грузии Встречалась с президентом Германии Или лучше помолчать Я на полном серьезе говорю Это что-то тайное происходит Но об этом потом Если успею Это не так интересно Это мелочь только Интересно Что Соломи Зорубишвили Собирается Вот он Недоверие вынести Ну именно за ее встречу Со Штайнмайером Да Она Она Нарушила Вроде бы Как парламентские Ну давайте Позже Да Позже В общем Смотрите Александр Лукашенко Сделал две вещи То есть Вещь номер один Это пригласить Поляков На учения Которые будут проходить В Беларуси В Польше Прям Ну вы знаете Такое ощущение Я не знаю Я как будто смотрю Голливуд И в этом Голливуде Такие продуманные Слаганы Боевые кличи Какие-то индейцы Сейчас будут Атаковать ковбойцев Вот что в таком духе И Я понимаю Что в Польше И мы об этом говорили И наверное Еще раз будем говорить Что в Польше Вся риторика На самом деле Она предвыборная И если группировка Кочинского Не будет кричать В сторону России И Беларуси Они просто проиграют На выборах Если будет все спокойно Либеральненько Мирненько То тогда нужно Развивать программу Брюсселя Лесбияна геев А тут надо Воины Ух И конечно Это все связано С предвыборными Ну кому от этого Легче спрашивается И Лукашенко Их пригласил На учение Я считаю Абсолютно Гениальный ход И второе Ну никто же не принял Это приглашение Поляки Минджуются Это по поводу Открытых дверей А вот второе Что сказал Лукашенко Это вообще Действительно Такой дипломатический Шахмат Пусть Польшу покинут Иностранные военные Все очень просто И вот Андрей Хунько Когда рассказывал Немецкая аудитория А вот вы Представьте себе На дорог Жила-была Польша Жила-была Рядом с Белоруссией И будет еще Жить Долго С Белоруссией И исторически Между этими странами Между Польской шляхтой Между тем Как поляки Относились К белорусам В принципе Можно долго Говорить Была Знаете Как сейчас Попытка Перевернуть Историю И там В Европе Пробуют рассказать О такой Специфической Колониализации Мол Москва Имела свои колонии Это были Кыргызстан И Казахстан И начинают Разогревать Как на Украине Националистически Ориентированное Мышление Которое Приводит К Те Русской Позиции А мы Кстати Прозевываем Все это По полной Программе Это уже было Это все известно И куда это все идет Тоже известно И если через 10 лет Киргизия Заявит о том Что она хочет В НАТО Удивляться не надо Это сейчас вопрос Не к политтехнологам Не к дипломатам Это просто Стратегическое мышление С точки зрения Польши Ну что нам Каждый раз Откатываться В средневековье Когда поляки По технологии Действительно Владели Оружием Которое было Отковано И Польские Рыцарь С такими Большими Перьями Они конечно же Крестьян Могли задавить То есть у них Технология Оружия Было больше И с точки зрения Технологии Конечно Польская шляхта И никто Никогда не слышал О понятии Белорусская шляхта Не было такого Государство Беларусь Поляками Стало сосуществовать В режиме Уважения Белатерального Это при Советском Союзе Я считаю После распада Советского Союза Я не помню Чтобы отношения Между Польшей И Беларусью Были какие-то там Плохие И Лукашенко был И все было нормально И действительно Я считаю Что иностранные Военные В большом количестве Присутствующие В Польше А также Переговоры Министр обороны Польши С тем же Министром обороны Германия Насчет того Чтобы Германия Поставила плечо И еще Переставила Больше военных Стоп 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 Давайте Смотрим На архитектуру Безопасности А поляки Вторая мировая война И их участие Они сейчас Об этом говорят Прям в Польше Ну тема номер один У них же Переосмысление идет Вообще-то И вырабатывается Вот этот вот Национальный дух Того Что их все Обманули Того Что Вступили в сговор Германия И Россия Пострадала Польша Но с точки зрения Польши Что там у них С антинацистскими Настроениями Как вообще В Польше Давайте Я не буду Рассматривать Варшавское гетто Я не буду рассматривать Краковское восстание Я не буду рассматривать Лагеря смерти На территории Польши Что с нацистскими И антинацистскими Настроениями Вот просто смотрим И дальше Смотрим на позицию Белорусов А действительно Белорусы Должны спокойно Относиться к тому Что например С юга у них Уже Леопарды с крестами И Польский министр обороны Просит Чтобы эти леопарды Еще подвинулись С крестами Чтобы немецкая речь Звучала Там где-нибудь Рядом с Брестом Я если честно Вот По простецки скажу Сейчас Надо почесать репу И Наверное Откапывать Топор войны Потому что Мысли то странные Приходят А может они территориально Не только на Львов Замахиваются А я о чем все время В кулуарах говорят Как взять Административное управление Над Львовом Все готово Именно административное Сейчас я говорю Может еще и Западную Беларусь Вернуть В Польшу Вот как сейчас Беларусам К этому относиться И Риторика Между Польшей И Беларусью Когда поляки Начали Лихорадочно Растягивать Тему По всему Медийному Пространству Насчет присутствия Вагнера Ой боюсь Боюсь Говорили поляки Серьезно боитесь И требовали Чтобы Вагнер Покинул Беларусь Ну тогда Действительно Лукашенко Прав на все Сто процентов Чтобы иностранные Наемники Ну и что Что вы там В НАТО Что вы придумали Красивый символ Зачем вы войска Стягиваете Под Беларусь И Вот этот вот Второй шаг Я считаю Пригласить Поляков На учение У поляков Тоже сейчас Учение Начинается И Вот Разговор Лукашенко А вы приезжайте Посмотрите Ведь с точки зрения Военной Экспертизы Военные Аташе В Беларуси Присутствуют Многих стран НАТО И Приезжайте Это не значит Что сели на лошадь В бричку И Поскакали Нет конечно Это просто Волевое решение По которому Регистрируется Присутствие Военных Аташе Которые уже На территории Беларуси Они уже дальше Согласовывают Куда они Передвигаются Что они делают Как делают Какие вопросы Задут На что они Смотрят И тогда понятно Там практикуют Наступление Там практикуют Оборону Там просто Взаимодействие Между различными силами Вот что там происходит Получить От лидера государства Предложение Если вы так Боитесь Боитесь Но надо быть идиотом Чтобы отказаться Но если поляки боятся Ну поезжайте Посмотрите И в этом отношении Я считаю Дипломатический шахмат Лукашенко Действительно Смог построить И вы знаете Поразительно В Польше Об этом Цитатник Лукашенко Разошелся То есть Вся польская пресса Стала говорить Об этом Предложении Да Цитируют Редко Вторых Третьих Лиц Но и первых Иногда Информационно Блокируют Ну и что Что сказала Первое лицо А здесь Вот прям Действительно Расшарили Вот это Новое Модное словечко Расшарили Распространили Информацию Вот цитаты Лукашенко И вы знаете Среди прочего Значит Телеканал Польский ТВП1 Ну скажем Первый Чтобы понятно Было Первый Польский Выступает Глава Польского МВД Каминский И говорит Цитата Мы дали Очень четкий Сигнал Минску Любая провокация На польской Латвийской Или литовской Границе С Беларусью Будет иметь Далеко идущие Последствия Для режима Сигнал был Жестким И однозначным Ну Жестко И однозначно Можно сесть В лужу Взять Песочницу Это Совочек И такие куличи Песочные Делать Это будут Жесткие куличи Но мы тоже Работаем В информационном поле И знаем Что такое Жесткое заявление Заблокируете Всю Европу Первый раз Угрожаете Что ли Вы боитесь Действительно Что из территории Беларуси К вам будут Перебегать Мигранты С цветом кожи Которые Толерируются В Европе Ну так Господа Поляки Панове Я вас Очень удивлю Заблокируйте Лучше Границу С Германией Потому что Оттуда Будут Перебегать Мало того Они будут Перебегать И возвращаться Назад Как кочевые Мигранты Это будет Что-то новое В Европе Сейчас Об этом Разговаривали Даже Министры обороны Европы На негласном Своем Саммите О котором Все молчат А там На самом деле Очень серьезная Вещь Произошла На этом Саммите В Толедо И Вот эти Информационные Подкрутки Которые Действительно Имеют Отношение Только К предвыборной Компании В Польше Они Льют Воду На мельницу Группировки Кочинского Безусловно Но риторика Ой да мы вам там Да мы что Да вы уже Закрывали Границу Вы делали Это как Вы например Устраивали Досмотр Белорусских Белорусских Не белорусских Грузовиков А грузовиков На белорусских Номерах Так что Устраивались Очереди На сутки Не на часы И грузопоток Транзитные Взаимоотношения Проезды Это все Достаточно Тяжелые Вопросы И Через Границу Вот там Где паспорт В окошке Показывать надо Мигранты Не бегают А вот эти Вот кочевые Мигранты Которые в Европе Это те люди Которые точно знают Они некоторые Уже второй Третий раз Добираются до Европы Они четко знают Что им не предоставят Ни политическое убежище Ни вид на жительство И Подпольные Ну скажем Это не общежитие Я не знаю даже Как это назвать Это точно не общежитие Ночевки Я не знаю Ну в общем Подпольные места Пребывания Мигрантов Это Началось В принципе В Британии И во Франции Где нелегальная жизнь Уже возведена в культ То есть Как выжить Если Тебя полиция остановила То в принципе Проверят твой паспорт И тебя должны Куда-то депортировать Потому что Ты не имеешь права Находиться на территории Государства И некоторое время Пожив Приходит кто-то И говорит О ребят Там есть Работа На теплицах В Германии Бах Все едут в Германию Ой там есть работа На теплицах В Польше Бах Все едут в Польше И поляки привыкли Что у них нелегально Ну теперь полулегально Работают Бледнолицы Я сейчас не оговорился Ни разу Это украинцы А румынов Привозили Самолетами На работу В теплице В Германии Потому что там лучше А теперь Писать тебе Вы заходите В Голландии На теплицу И у вас нету Белого цвета кожи Это не российское Рассуждение Я просто пробую Писать что такое Мигранты И Польша С Брюсселем Тоже ругалась По мигрантам Они с Брюсселем Ругались и по шахтам И по суду И по мигрантам Тоже И когда Бравурная речь Министра Внутренних дел Польши Сводится к тому Мы все границы Там закроем Там будет четкий сигнал Ну кого напугали Ёжика Чем вы напугали Ведь мигранты Идут Совсем другими Тропами Точно так же Как и лоси Которые стали натыкаться Я не знаю Там мода какая-то Лосей блокировать Финны тоже Пробуют блокировать Ну тяжелый разговор Не хочу влазить В природу В смысле Где кто чей мох Кушает А потом возвращается Это же природа Они точно визу Не демонстрируют Ни лоси Ни дикие кабаны Особенно В заповедных зонах И Поляки Сконцентрировали Под шумок Борьбы с мигрантами На границе С Белоруссией На самом деле Огромное количество войск А теперь еще Будут проводить учения Вот как должен Взаимодействовать Сейчас белорусский народ С тем что НАТО Не просто Придвинулась А прямо у тебя Под носом Под твоей хатой Начинает регулярно Демонстрировать Свою силу Вот простой Белорусский человек Он что в плен Должен побежать Сдаваться Или как И в этом отношении Символически Конечно Кресты На леопардах Но Ситуация Напоминает Вот примерно Если взять отношение К русским Вот как евреям Относилась Нацистская Германия Что было потом Вот как в Европе Сейчас к русским Относятся Банки Счета Закрывают Люфганца На самолеты Не пускает Из-за русского Паспорта И Как же Нобелевская премия Пригласила Российского посла Ой Украина будет Байкотировать Ну пусть Байкотируют Пусть не идут Ну мы еще Присоедимся Ну не идите Нобелевская премия Она на самом деле Сильно дискриментированная Потому что Дискредитация Еще произошла Еще в те старые времена Надо у израильтян Спросить Как они отнеслись Тогда К Юсику Рафату Который получил Нобелевскую премию И понятие терроризма И Европа Которая выстраивает Вот Канцелкальта Ну Культура отмены Это звучит так красиво Культура отмены На самом деле Никакая не культура отмены Я знаю музыканта Сейчас в Германии Которому Отказали в концерте Потому что Он пел песню Журавли В Крыму Как вам друзья мои Он спел песню На русском И на немецком Журавли Ему за это Отказали Там В сентябре Концерт Ну ты же в России Был в Крыму Ты же журавли И спел Уроды Прошу прощения За эмоциональность Продолжается До тех пор Пока Ну нет Такого глобального Масштабного ответа Каждое действие Должно рождать Противодействие Согласен Евгений И вот это противодействие Я считаю Что Политика открытых дверей Когда говорят Приезжайте на учение Смотрите Лукашенко поставил шахмат Вот этим Европейским Разжигателем войны И антироссийских В данном случае Антибелорусских настроений Он просто поставил шахмат Владимир А вы слышали Телеграм-канал Облетела картинка В Польше Очень популярны Стали майки С надписью Львов И Вильнюс Будут польскими И Львов И Вильнюс Родина поляков Вот давайте Об этом после новостей Поговорим Что за новые притязания Еврозона В Польше В интернет-магазинах Продают красочные футболки Где написано Что Львов и Вильнюс Родина поляков Ну в том числе Почему бы и нет Это правда Это все Глобальные планы Польши Интернет-магазин Не показывает Конечно Глобальных планов В Польше Ну я подтверждаю Это действительно так Я вырос на улице У нас в конце улицы Ну вот дети играются И Это район Мелких особняков Города Львова У нас через квартал Было поселение цыган Вот действительно квартал Где одни цыгане живут Со своим менталитетом Со своим Действительно Таборным чувством Вот на полном серьезе Помню эти начесанные шарфы Которые они продавали Я думаю это Ну Много кто помнит А вот В конце улицы Стояло два дома И мы туда никогда не ходили И их дети Никогда не играли С нами То есть у нас И русские И украинские Язык были перемешаны И футбол-то играли все вместе И И Дрались И мирились И заново На следующий день Снова играли вместе А вот оттуда Дети никогда с нами Не игрались И это были поляки Которые не уехали в Польшу Которые остались жить в своих домах Ну вот как-то особнячком Они стояли В прямом смысле слова Насчет мыслей по Львову Знаете Евгений Дорогие радиослушатели Я помню другие футболки Которые раздавали бесплатно Точно так же Как раздавали бесплатно Газеты Которые были напечатаны В Польше И футболки были напечатаны В Польше И на этих футболках Различные надписи были Но они были все оранжевого цвета Это я по поводу оранжевой революции И конечно же Польша со своими центрами Концентрации Антибелорусов Которых ну там превозносят И говорят что это и есть Настоящие белорусы На самом деле вмешивается постоянно И постоянно Прям открыто говорит белорусам Что они будут поддерживать На своей территории Я не говорю сейчас О каких-то конспирологических центрах Которые там в телеграм-каналах сидят В интернете Ведут деятельность Вплоть до вербовки людей Или там поддерживают Определенную информационную политику Не откровенно Некоммерческая организация Спортивная Просто спортивная И там так странно В основном мужики Которые уже отслужили И все они в Польше И тренируются постоянно И все они белорусы Еще и не работают Вопрос А к чему они тренируются Откровенно Честно И в этом отношении Вы знаете Нет понятия Индивидуальной Белорусской Архитектуры безопасности Если с точки зрения Вот смотреть Государство Беларусь То понятное дело Этого государства Болуста уже не было Если бы не была Россия Евроинтегрировали Ну Это красиво звучит На самом-то деле Боррель заявил О вступлении Там еще 10 стран Евросоюз Ну не подавится ли Боррель Индивидуально В 10 новыми странами Потому что Соответствует ли Албания Европейским стандартам Украина соответствует Грузию Ну Украина на самом деле Обманывает Разговоры по Украине Евгений Ну это миф Ну так понятно Дело в том Что вот это Того что это миф Очень-очень легко Я докажу Прямо в течение минуты Вот просто Минуты Я вам доказываю Что это миф Комиссар Евросоюза По вопросам Сельского хозяйства Януш Войцеховский Он все-таки По фамилии уже Понятно Поляк Поддержал Продление Временного запрета Временного запрета На импорт Украинского зерна В 5 стран Евросоюза До конца 23 года Ну то есть Когда сезон Когда нужно Зерно вывозить Европа Блокирует И говорит Вы к нам не везете То есть Россия плохая В море там что-то Зерновая сделка Не происходит А зерновая сделка Украина Евросоюз Объясните мне Пожалуйста Если страна интегрируется И входит В Евросоюз Это значит Что эта страна Имеет доступ На рынок И Там определенные права И определенные обязанности Вот Право страны Торговать Без дополнительных пошлин Внутри Евросоюза Если Украина Входит Тогда разговор О том что Ой у вас будут Демпинговые цены Это глупый разговор Потому что По закону Евросоюза Нельзя будет блокировать Движение Агропродукции Из Украины А ведь блокирует Сколько лет Блокирует Страны экономика В одном месте А они В плохом месте Между прочим А они Они в данном случае Это Брюссель И индивидуально Например Польша Индивидуально Например Румыния Говорят Не мы не будем У вас Зерно брать Вы же наших Местных фермеров Загубите Что является Тоже правдой Поэтому Как интегрировать Можно Украину В Евросоюз Если Украина Не будет иметь Возможности Торговать Своей агропродукцией Ну наверное Нужно срезать Весь верный Слой земли Примерно так Метра два Чтобы ничего Не росло И вывести В голландским Теплицам Чтобы там Все выращивали Землю же вывозили Из Украины Реально Чернозем вывозили По цене Если я правильно Помню Один вагон Один евро А это Самая плодородная Земля Она не восстанавливается Так вот Раз Два И знаете Дождь прошел И земля Снова плодородная Верхний слой Срезали Вывозили Хитро Да Там кто-то Заработал Свой миллион А украинская земля Стала беднее Просто Я имею ввиду Как земля В прямом смысле слова И Конечно Поляки И во Львове Рождались А вот С точки Зрения Отношения Польши Ко всему миру Я вот Чтобы точку Поставить По поводу Беларуси Ведь в Польше Начнутся эти учения Сейчас Достаточно Серьезные Учения И Вот эта Постоянная игра Мускулами Перед белорусским Народом И действительно Архитектура Белорусской Безопасности Это Россия Ну нету Индивидуально Белорусско-польской Архитектуры Безопасности Это Россия Тронут Беларусь Вот границу Перейдут Значит получат Ядерный удар Ну потому что Это прописано Все И не тронут Конечно Потому что Знают Что это Произойдет И Вот в этом Отношении Конечно же Дипломатия Как такова Вчера Вот спорили Об этом Как же быть Или как же не быть Почему нужно Приглашать Почему вообще На них нужно На поляков Внимание Обращать Я считаю Что Приглашение Александра Григорьевича Лукашенко Поляков На учения Говорит о многом И Мне понравилось Действительно Это цитирование Лукашенко В польской прессе При этом Такие особо Крикливые Они там О Каламбур О там анекдоты Из Беларуси Мол Нас пригласили Ну да Факт Вас пригласили А все остальные Просто Вот даже без комментариев Просто опубликовали Это предложение И Конечно Польский народ Никто спрашивать Не будет Ну Смешно Просто даже Но С точки Зрения Развития Отношений Возможно ли Действительно Закрытие Границы То есть Блокирует ли Страны Балтии И Польша Беларусь И вы знаете У меня такое Странное Странное ощущение А когда Закрывают Границы Прямо перед Учениями А когда-то Такое уже было Что сейчас Начнутся Учения И закрывают Границы Что это за жест Такой Как я должен Это расшифровать И такая угроза Ой смотрите Там будут провокации Мы закроем Границу Какие провокации Еще раз 10 иммигрантов Ну так Поезжайте в Грецию Поезжайте в Италию В Испанию Где Тысячи В месяц Мигрантов Перебегает Границу Еще раз Качевые 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 Мигранты Это Явление Которое В Европе Новое Когда они пожили В одной стране Потом перебежали В другую страну Потом вернулись Опять в ту же страну Еще по дороге Что-то ограбили Еще и побили Местных жителей Это действительно Такая Европейская Сейчас проблема И Чтобы поставить Точку На По поводу Учений Польских Вы знаете Заседание Министров Обороны Которые Такой-то Негласный Саммит Был И Боррель Их собрал Не просто так Боррель Их собрал Для того Чтобы подвести Итог И сформировать Определенное Евросоюзное Параллельно НАТОвскому Формированию Это очень хитрая вещь Почему хитрая По одной причине Австрия Не присутствует На собраниях НАТО Ну А в Евросоюзе Присутствует И Через Министра Обороны Австрии Можно пробовать Пробить Нейтральность Австрии И Боррель Выполняет Совсем Другую Фонцию То есть Что у вас Там на Складах Есть Давайте Все это Как-то Перераспределим Потому что Нужно Обеспечить Миллион Снарядов Годичного Производства Распределять Все это По европейским Складам И не забывать Что у нас Есть такой Проект Украина Как Антироссия И Боррель Действительно Сделал ту вещь Которую В принципе Делает Столтенберг Собрать Министров Обороны Чтобы они По сусекам Поскребли И предоставили Новые снаряды При этом Боррель Еще Замахнулся На дополнительные 20 миллиардов И опять же Понимаете Это неофициальное Собрание Министров Обороны Это негласное В прессе Тихо Ша И Министры Обороны После этого Должны Пролоббировать Свои Правительства Чтобы у Борреля Появился Новый фонд Нет Фонд есть Дополнительно В фонде Мира Вы понимаете Фонд Мира Это просто Издевательство Это у них Фонд Мира Называется Хоть бы назвали Фонд Обороны Или помощи Союзник Ну что-нибудь Придумали бы Нет же Фонд Мира На черное Нужно говорить Белое И в этом отношении Дополнительных 20 миллиардов Которые Боррель Хочет Найти Это Кто даст Новые 10 стран Грузия Молдавия Даст Так что Евгений Насчет Украины Я не вижу Как Украина Входит В состав Евросоюза Я вижу Как Молдавию Будут Раскалывать В этом же Контексте Это тоже Отработанная Модель Полностью На Украине Что же было Это Евроассоциация Давайте сейчас Молдавский Единственный язык Сейчас пойдет Плюс там Приднестровье Давайте восстановим Законный порядок Иначе у нас будут Проблемы Территории Евросоюза Это же риторика Которая в том числе У министров обороны Плюс центр Безопасности На территории Молдавии То есть Наведите у себя Порядок И мы воспримем Значит начало боевых действий Или как Граждане Молдавии Спокойно это все смотрят С менеджером Внешним управляющим Гражданином Другой страны Которые В общем Готовят их Страну К передаче В пользование Европы У меня здесь Я смотрю Вот Я смотрю сейчас Рабочий Рабочий чат Вот Добрый день Уже в 2015 году Продавали Землю Из Украины В Латвии В крупных магазинах Типа Оби Спасибо за информацию Фух Ну что говорить Ну что говорить Продажа земли Из Украины Потрясающее сообщение Привет из Экваториальной Гвинеи Город Малабо Какая у нас Интересная Земля Я хотел сказать Ну а когда фашисты Вывозили чернозем Нужны ли еще Аналоги Евгений А вы знаете Вот не только Чернозем Фашисты Вывозили Я часто Об этом говорил И Ну Представьте себе Просто картинку Перед глазами Что общего Между баварским Национальным И украинским И украинской Вышиваткой И баварским Национальными Вот одеждами Мужчины в сторону Смотрим на женщин Не только чернозем Вывозили нацистов Они и женщин Вывозили из Украины И Привозили в Баварию И выбирали По принципу Помощи В сельском хозяйстве Потому что Рукастые Потому что Умеют работать А посмотрите Что сейчас происходит Демографическая кража Точно так же Мужики в стране Запертые А женщины Разрешили выехать И Многие из этих Женщин Не вернутся Потому что Сейчас дети В школу ходят Поздравляю всех С началом Учебного года Кстати Ребенок Когда начинает Он же не на украинском Не на русском языке Получает образование Он на немецком И у него там Выработается Что он через некоторое время Он только на немецком И будет думать Не вернутся уже Эти люди Никогда Ну пожалуй Для ребенка Это лучшая судьба Чем Вот Чем у его родителей Чем у его родителя Да Потому что Отца что-то Не выпустили Но это действительно Это большая проблема Я считаю Чудовищная позиция Европейских политиков Действительно Чудовищная То есть Односторонний Подход В любой проблеме То есть Вырубить понятие Дипломатии Вырубить понятие Переговоры Вырубить понятие Архитектуры безопасности Стать только одно Нарратив Россия ведет Империалистическую войну Россия не имеет Права победить Все Россия не имеет Права победить Боррель Ты кто такой Чтобы рассуждать Кто тут имеет Право победить А кто тут нет А оказывается Вот кто он такой Он глава Евросоюза По безопасности И в Толедо Когда собрали Вот этих вот Министров обороны Вот этот Замечательный посыл Я имею в виду В кавычках Конечно А давайте Посмотрим Что еще Мы можем Предоставить Понимаете Вот действительно В стадо Взбивают Всех И Желание Ревизии Чтобы дополнительно Понять Где какое Оружие еще есть Чтобы его Передать Украине В принципе Забивает Нарратив Безопасности Определенных Государств И Я понимаю Испания Очень далеко От Украины Но она же тоже Исповедует Сейчас этот Нарратив И Португалия Исповедует Этот Нарратив И Дополнительных 20 миллиардов Я думаю Боррелю дадут Если честно На этот фонд мира А что это такое Это значит Очень просто Фонд войны Фонд войны Который получает 20 миллиардов Вот что они будут С этими делать Деньгами Очень просто Знаете Деньги Боррель и собрал Для этого Чтобы понять Куда потратить Деньги Министров обороны У министров обороны Поручение сейчас Посмотрите Что еще Мы можем купить За деньги Которые вы же Нам принесете Мы как Брюссель Как централизованная Касса взаимопомощи Сейчас Делаем простую вещь Мы собираем Деньги Собрали А теперь Скажите мне Что мы у вас Можем купить И мы купим у вас А вы соответственно Получив эти деньги Можете отправить Не только вооружение Но и запустить Линейку Производства Нового оружия Дополнительный цех Открыть Для снарядов И с точки зрения Логистики Где будет этот цех Дорогие радиослушатели Ну с точки зрения Логистики Он же не будет В Португалии Он же Даже в Голландии Не выгодно его строить Даже в Польше Наверное не так выгодно В Польше Но так хитро Чтобы рельсы Узкоколейка Прямо на Украину Заходила Вот И Это Как раз согласовано Что в Польше Евгений будут строить Я думаю Уже построили Если честно Я думаю Многие вещи Просто не афишируются Они происходят Ну да Кстати Мы всегда знаем Что когда Вашингтон Например Тот же Объявляет о том Что он когда-нибудь Поставит Киеву Ракеты На следующий день Выясняется Что они уже Находятся на Украине Уже Применяются Против Донецка Ну А некоторые Производители Решили Не заходить В Польшу А сразу же Строить себе Предприятие На Украине Я думаю Что это глупая Инвестиция Абсолютно глупая Но тем не менее Да Информация есть Что инженеры Приезжали Посещали Украины Именно с точки зрения Как строят Оружейный завод По поводу Глупой инвестиции Даже объяснять Понятно Не надо Да А вот С точки зрения На территории НАТО Ну поближе С Украины Имеет определенную Логику И теперь Опять же Возвращаемся К началу Сегодняшнего часа Первого Еврозоны Вот Как должен Реагировать Лукашенко Белорусский народ Вот с точки зрения Безопасности То что сейчас Происходит в Польше Не глазами там Зомбированных Группировкой Качинского Поляков Нет Глазами Белоруссии Я хочу поговорить О Еврозоне То есть Вы реально Собрали Рядышком Огромное количество Войск Вы строите Дополнительные заводы Вы что планируете У вас через год Какие планы Через два Не рассказывайте сказку Что вы Укрепляете Какую-то там Оборону Сара Вагенкнехт Которую часто Вспоминаю Тоже депутат Линке Она Ну Девочка отличница Как для меня Ее все знают Потому что Говорит красиво И правильно А эффективность Ее речей нулевая На самом деле Минуту до перерыва Вот Так она же говорила Посмотрите на бюджеты Количество оружия Которое делает НАТО И которое делает Россия И после этого Не надо рассказывать сказки Что кто-то боится Россию Россия думает О своей безопасности И белорусской Вот так вот Да Я считаю Напряженно Я считаю Напряженно Сейчас Напряженно Да Последние уже Несколько лет С тех пор Как были подписаны Минские соглашения Да Кстати тоже Минск Прекрасно Видел Что бы Происходило С теми договоренностями Которые все подписали И которые все Забыли Вот разговор О братских народах Знаете Есть один Фамилию Не назову Человека Писатель Который Просто взял И немцам Стал пересказывать Наши анекдоты Там про тещу Например И хорошо зашло И книжки хорошо продавали Стал популярен А жизнь какова Вы знаете Вот действительно Многие вещи В быту Ну хочешь не хочешь Как бы не насаживали Как бы не зомбировали Наших людей В хорошем Большом понимании Слова Наши Вот именно В том замечательном А не в том Как пробуют Исковеркать Технологи Которые Очень плотненько Работают с психологами В определенных Лабораториях В том числе И на территории Польши В том числе И мол Наши Они пробуют перекрутить Чтобы вызвать Вот какое-то Оторжение Не Наши в хорошем смысле Слова Действительно Взаимоотношения С женщинами В том числе С женщинами В виде например Тещи У нас они Одинаковые Притом на всем Постсоветском пространстве В Европе По другому И кстати В этом отношении Не рассматривается Близость братства То есть Семи устройства Вот как в семье устройства Какие взаимоотношения Какие трения Какие недотрения Как не любишь А скрипя Все равно И в гости придешь Или наоборот Как любишь И хвастаешься этим Мол ноги Умыть До воду Выпить Это я поговорку Сейчас перевел И в этом отношении Вот хороший толчок Вы знаете Те люди Которые интересуются Бытовой жизнью Я Буду наверное Распят За то что сейчас скажу У меня была Когда-то идея Написать книгу Рекомендацию Для девушек Которые ищут Женихов В Европах Такую Как бы С одной стороны Описывающую Реальные ситуации Но Зная Изнутри Определенные Мировоззрения Предостеречь Перед чем-то И Почему я говорю Что мне наверное Распнут Да потому что Среднестатистический Немец Который в интернете Выбирает себе Украинку Сегодня Еще раз Среднестатистический Немец Ну и в том числе И граждане Белоруссии Россия Девушки ищут Женихов Еще раз В Европах Он смотрит На некоторые вещи По другому Стиральный аппарат Куховарка И уборщица Плюс еще Сэкономит Деньги На борделе Ну походом В публичный дом И все это Как бы Четыре в одном Это женщина Которую он привозит Потом он играется С ней Потом женщина Интегрируется Начинает понимать Что что то не то И Вот это Создание очага У нас то Женщины Действительно Ну Многогранные Поговорить можно Обо всем Руки золотые Хозяйство Поддерживают В этом разбираются Но это Большинство таких Есть конечно Исключения Ну большинство Такие Если я беру Европейских Женщин Готовить не умеет Стиральные машины Не пользуются Денег на уборщицу Нету Но мечтает Ей лом Подмести Она может оставить Кучку посреди комнаты Я помню Это как Примету народную Ну Когда невест выбирали Нужно было дать Веник Посмотреть Как они подметают Ну Фольклорные Рассказы По Украине А Нерабочая То есть она завтра В совочек Все это сгребет А немец Среднестатистически Который невесту ищет Потому что У себя не нашел Среди своих И начинает искать Вот тех Кто зарится На западных женихов Он действительно Смотрит на все это Прагматично Он смотрит на картинку Чтобы симпатичная Была А дальше Он знает Что он ожидает Он действительно Ожидает Эдакую Классическую Неорабыню В хозяйстве Которая Вот на все Руки Мастерится И Когда женщина Интегрируется И начинает Уже так Потихоньку Отстаивать Свои права То Вредный Среднестатистический В кавычках Жених Немец Начинает Писать Козни Всякие В различные Инстанции Мол она меня обманула Я думал Она меня любит Она меня использовала Только для вида Ножительства И начинает Требовать Чтобы У нее Забрали Вид на жительство И отправили Ее В освоясе Это было До 22 Года Теперь Украинские Женщины Получают Вид на жительство Мало того Они выстраивают Свои отношения Свои очаги Требуют Чтобы на украинском Языке Было образование И теперь Те же немцы Которые раньше Выбирали Вначале Вот так Позагорались Я говорю Вот действительно Бытовые такие Живые примеры Позагорались Ооо Теперь не надо В интернете Вон вечером Пройдись В определенных местах Немеренно Этих украинок И Выяснилось Что Украинизация Имеет Другое место Абсолютно Другое место И Немец уже Жалеет Что права Они тут Стали качать И действительно Есть такая Утомленность Мягкой силе Со стороны Украины В виде Вот этих Это действительно Рынок невест Я говорю Пусть меня Распрут Но это правда Порядка 500 тысяч Немец Масштабируем Немножко Вот Украина Ломится В еврозону И будет себя Вести Так же Примерно Как украинские Женщины В Германии Я поздравляю Технологов На самом деле И Кто же В Германии Думал Что например Судом Будут отменены Выборы В Берлине Избирательный Прецедент Берлинского Избиркома Это Интересная Вещь Там Карусель Запустили Серьезно Карусель Как на Украине Для украинцев Это Вчерашний день Карусель Запустили Здесь набрали В автобус Там высадили Для немцев Это было Ноу-хау Это по поводу Технологии То есть Немецкий Автопром Хвастается Что у них С точки зрения Патентов Они лидируют В мире Патентов На Все что Связано С электроавтомобилями Хотя Патенты Пошли на убыль Тоже Такой Интересный Момент А вот С точки зрения Патентов В технологиях В коррупциях В каруселях Это конечно Очень интересно И Это новый Опыт И для немцев В том числе Это укранизация С отрицательным Знаком Плюс Вот из бытовых Таких наблюдений Это тоже Удивительно Сталкиваешься Например С тем Ну вот Вы зашли в магазин У вас есть тележка Вы в эту тележку Складываете То что потом На кассе разгружаете Вы подходите к кассе И Разгружаете на ленту Потом загружаете Либо ваши Авоськи Сумки Пакеты Расплачиваетесь Уходите То есть Вот Маршрутная карта Посещения магазина Смотрите Как делают Это украинцы И притом Неоднократно Это было Наблюдение Проявление Определенной Смекалки Один Уже на кассе А второй Бегает по магазину И доносит На кассу Чтобы в очереди Стоять на кассе Тем самым Создают Новую очередь Другого плана И Ну Если бы это В одном магазине Было Если Знаете Ты вот Заходишь Начинают В мест Где продаются Порошки Зубные Щетки До места Где еда Продается Ну Вот Любой сетевой Магазин И время от времени Вот я вижу Вот эту вот Гримасу Немецкого Обывателя Который не понимает Зачем ты это делаешь Ну зачем Бегать еще По магазину А один человек Стоит на кассе И ты на ленту Все докладываешь Чтобы вторым Не стоять в очереди Особо хитро сделанные Или как И вот эти вот Особо хитро деланные Люди Это действительно Украинизация Вы знаете Ведь она цепляет Она цепляет Она Ментально Входит В Европу И Как налоги Не платить Рынок уборщиц Ну Увеличился Тоже Тысяч на четыре Это рынок невест Рынок матерей Одиночек Это очень жестко То что я говорю Но это правда И Есть женщины Которые мотаются На Украину Потом в соцсетях Выставляют Фотографию То есть она Допустим Ну как Рабочее место Найдешь сразу И язык надо учить И еще что-то Но есть определенные Правила Там социальное пособие Только для тех Кто находится на территории И Взрыв Прям негодование Значит Девушка Фотография Из Киева У нее коктейль В руке Молодая Симпатичная Вот она в инстаграме Там выставила Свою фотку Ну нормально Селфи Многие выставляют Вот Одно но Одно но Она получает Социальное пособие И пьет в коктейле Киев У вас там война Говорят немцы У вас реально там война У вас там вечеринки Загулки Дискотеки Вы реально В войне Мы тут должны Подвинуться В электричестве Ну в цене за электричество Мы должны Без газа Остаться У нас Сократилось Выплаты Детям На территории Германии Сократились И все это Для того Чтобы что Чтобы посмотреть Как ты на вечеринке А потом возвращаешься сюда Ну в общем Удивительные вещи Вот такие вот Бытовые наблюдения А остановка экспорта Это какой удар По экономике Ну 200 миллиардов Насчитали уже Вот кстати Когда немцы Говорили 130 миллиардов Примерно Принесла санкционная война Ущерб Я говорил Что 130 Это видимый сектор Есть еще Невидимый сектор Это половина Как правило Видимого сектора Сейчас Перерассчитали Вот последние цифры Говорят Что немецкая экономика Почувствовала на себе Нехватку 230 миллиардов Это Это Бешеные деньги Это сумасшедшая сумма Это бестолковая сумма Немецкого правительства И заслуга Лично Шольца Лично его Ну не может Он все время кивать Что у него В кабинете Там например Не сильно дальнозоркая В политическом смысле Слово Аналина Бербук Ну глупо Он же канцлер Все же таки Так что Разговор для некоторых В обществе болезненный И вот Украинизация Смотрите Как у нас тема пошла Хорошо Что Подкинул Наш Наш радиослушатель Из Украины Я его Понимаю Сочувствую По-человечески А вот Что касается Демографической кражи Есть деревни В Баварии Вы заходите Вот есть такие деревни Восточной Германии Там где стояла Советская армия Ну ты смотришь На лицо немца И ты с ним Начинаешь говорить По-русски Потому что Простой рязанский парень И он отвечает По-немецки Он по-русски Не говорит Ну то есть По лицу Ты понимаешь Это славянин Вот он Восточноевропейский Славянин Притом Именно Я не просто так сказал Простой рязанский парень То есть Закрепленный Уже стереотип Образное восприятие Приезжаешь В Баварию И в некоторых деревнях Выходит такая Знаете Сто процентов Я сейчас по-доброму Скажу это слово Сто процентов Карпатская хохлушка Вот сто процентов Женщина По манерам Потом выясняется Да Там либо Бабушка Либо родители Еще тогда В нацистской Германии Вывозили Именно рукастых Украинских женщин Которые В сельском хозяйстве Хорошо справятся И будут подмогать Соответственно Они там и остались И пошла семья Все остальное прочее А вы знаете Если она была рукастая То она крестиком вышивала И она взяла Баварскую народную Вот это одеяние Вот женские платья Ну нам оно известно Больше всего Потому как рисуют С картины пивняков немецких И стала добавлять Туда вышиваночку Вот и появляется Современный образ Баварского народного костюма И это такие Ну регионально фортлерные вещи Но ты понимаешь Вот в Восточной Германии Почему ты встречаешь Славянские лица В Баварии точно так же встречаешь И Ну только есть одно но Вы знаете Есть одно но Вот в мифологии Не проработанные Некоторые вещи Не хватает Архивных данных И одно из таких Открытий А дело в том Что некоторых Ненасильно вывозили Украинская община Мюнхена На руках Носила Степана Бандеру Он после окончания Великой Отечественной Для нас Для них Второй мировой войны После подписания Полной безоговорочной Капитуляции Этот человек Гулял по Мюнхену У него была охрана Они собирались У них была газета То есть Решение о ликвидации На вражеской территории Уже тогда Эта вражеская территория была Потому что Такие люди Как Бандера Оттуда вели деятельность Из Германии Поэтому Вот эта Украинская община Которая Достаточно сильно Была и в старые времена И В Мюнхене Отделение университет То есть Это как украинский университет Изучение Да Ломанный украинский язык Но это Не те Братья украинцы О которых Часто ностальгируем Вспоминаем Говорим Как оно есть Это не братья украинцы Это Потомки И С абсолютно Четким Мышлением И Сожалением Того Что Бандера Был убит И он там Жил абсолютно Легально И люди Которые Его охраняли Зачастую Вокруг него Ходили толпами По свидетельствам Очевидцев По воспоминаниям Все эти Люди Были Украинцы Но это были Специфические украинцы Которые сегодня Тоже есть Конечно Ну конечно И Вот Образ брата Украинца Понятно Какой он есть Этот глубокий образ Но если я Это все пропускаю Через Германию То образ Совсем другой Меняется Вот действительно Наследие Не говорили Не проговаривали Темы Пражского восстания По настоящему Что такое Пражское восстание С точки зрения Архитектуры Европейской безопасности Для страны Которая потеряла Миллионы Своих граждан В безумной Кровавой войне Вот что такое С точки зрения Не Ах мы играем Демократию Ах экономический Кризис Ах народу Что-то не дали Сказать С точки зрения Очень прагматично И цинично Архитектуры безопасности Что такое Венгерское восстание И опять же Ах демократию Подавили Диктатура Андропов же был Тогда послом Венгрии И очень интересно Я читал Записки Которые он отсылал Тогда в центр В Кремль Все было известно О том Что это произойдет Вот-вот И люди Которые Пособники Нацистов Сколько должны были Отсидеть в лагерях И когда они вернулись А потом смотрим На даты возвращения И сколько нужно Времени Чтобы организоваться Это вопросы Которые нужно Исторически обсуждать Нужно сажать историков Вскрывать архивы И смотреть Что было на самом деле Я сегодня Другими глазами Смотрю Для меня всегда Там Ай Пражская весна Пражская весна С точки зрения Воли из дляявления Да А если я возьму Хотя бы На одну секунду Задумаясь А могло такое быть Что технологи Которые запустили Майдан На Украине К печеньке раздавали Что эти технологи Владели уже Всеми этими инструментами Просто не было возможности Очень Контроперативная игра Была очень сильная В том числе И в ГДР И поэтому Диктатура была Потому что нужно было Все время противостоять Вот именно таким попыткам Как Пражская весна Как Венгерское восстание И рассматривать это В историческом контексте Не с точки зрения Демократии А именно с точки зрения Архитектуры безопасности Но тогда малой кровью Оделались Получается Потому что Иначе Архитектура безопасности Когда качается Происходит Специальная военная операция С которой надо считаться А которой предупредили Это серьезный разговор Повезло в жизни Общаться В том числе И с чехами И с политиками Которые Именно так Смотрят на этот вопрос И с точки зрения Архитектуры безопасности Ведь в ГДР тоже было восстание Точно так же было восстание А как Германию раскалывали Как Американцы Использовали нацистов И Бандера для чего Нужен был На территории Федеративной Республики Германия Вот зачем он нужен был В Западной Германии Которая была И есть В присутствии Американских войск Которые имеют право Своих солдат Вытащить из прокуратуры После того Как эти солдаты Свершили зверское преступление Только что произошло Я уже упоминал это Да мы это уже обсуждали Ну это чудовищно Это действительно Колониализм какой-то Солдаты Американские После убийства Русскоговорящего Немца Были Военной полицией Из прокуратуры Вытащены По другому Это не назовешь Какой-то колониализм Действительно У них есть права Других нету Наверняка Они уже дома И уже Гуляют На свободе Ну Уполняют какую-то Другую работу Наверное У меня по заготовкам Сегодня Разговор В том числе Для меня Некоторые вещи Очень непонятны И я действительно Рад тому Что Вот в обсуждении В информации В информационном поле Присутствуют Иногда такие зерна По которым Собираешь Пазлы И в этих пазлах Иногда есть вещи Которые Ну вообще Совсем непонятны Вот два Таких непонятных Для меня Пазла Это Президент Грузии И президент Германии Которые встретились И попробовали Как-то сделать так Чтобы никто Об этом не узнал Очень странный Визит И второй Для меня Безумно странный Визит Ну представьте себе Что На всей планете Ваших почитателей В одной стране Меньше всего И вы наконец Их уважили Вы поехали Именно в эту страну И В этой стране Аж 1400 человек Причисляют себя К католикам 25 священников И 33 монахини Это Монголия И Папа Римский Полетел В Монголию Его визит В Монголию Мне совсем Непонятен Это что Больше некуда лететь Нигде нету общин Что это за визит такой И пролетая над Китаем Папа Римский Просто я в Еврозону Беру Ватикан иногда Обсуждаю Пролетая над Китаем Папа Римский Послал телеграмму В которой В его послании О том что Председателю Между прочим Синь Цзиньпинь Он послал Что взаимное доверие Хотел бы он укрепить И готов к дальнейшему Сотрудничеству Вот Ну и Ван Венбинь Это официальный Представитель Китая Ответил Ватикану Что готовы Конструктивному Диалогу Но я напомню У Пекина и Ватикана Нету дипломатических Отношений С 51 года Потому что Коммунистическая партия Она по своей сути Атеистическая Есть у вас Объяснение О том Стремлении К дружбе И партнерству Со стороны Сотого престола Есть Я думаю Не все так просто Я думаю Папа Римский На другую общину Заглядывается Именно на китайскую Вот И из Монголии И в Монголию Ну давайте так Ну не представители Якутии сейчас Поедут в Монголию К Папе Римскому Навстречу Когда Папа Римский Приезжает У них Сарафановое радио У них У Ватикана Работают Очень профессионально И оно понятно Там директива пришла На воскресной проповеди Всем сообщили Я думаю Расчет именно Что в Китай Не пустят А Папа Римский Поближе к Китаю Чтобы паломники Из Китая К нему приехали Вот что Стоит за этим визитом И если Ватикан Ищет дорогу В Китай Значит у Ватикана Все плохо Все что я могу сказать Ватикан Абсолютно политическая Притом еще и финансовая Перечитал я Польская пресса Институция Абсолютно политический Конструктор Это институт В том числе И банковская система И Достаточно жесткая Вертикаль И в Монголии Действительно Папе Римскому Делать нечего Китай Другая вещь Вот здесь Можно ожидать Чего угодно Интересно Что в Китае Всего 5 процентов Христиан Но на самом деле Это Более 91 миллиона человек Абсолютно правильно Пауза Новости Христиан В Китае Только Около 12 миллионов Католиков Считают себя Католиками По сравнению С той же Польшей Где там Порядка 30 миллионов Наверное Как-то Не так Значительно Вообще У Папа Римского Большие проблемы Ему нужно С миру По нитке С миру По нитке И действительно На новые земли Нужно заглядываться И в этом отношении Нужно Добираться Даже до тех территорий Которые Раньше не были Машина Ватикана В данном случае В Европе Делает Ну такие Определенные Иногда Заявления По поводу И попадает В поле зрения Журналистов Ведь Что же Такой Знаете Интересный Момент Что Папу Римского После его Слов О Великой России Вдумайтесь То Есть такое Понятие Стул Ватикана Стул Ватикана Это Должность Ну так Называется Просто Посол От Ватикана В какой-то Стране То есть Они не посольство Они не представители А вот Называется Дословно Перевод Высокий Стул Папа Римский Говорит О Великой России После чего Мид Литвы Вызывает Представителей Папы Римского То есть Мид Литва Очень занервничал Мне кажется Литва Конечно Имеет Свою Великую Историю Но С точки Зрения Указывать Ватикану Что должен Говорить Папа Римский Высказывать Своё Фе Они имеют Полное Право Абсолютно Все имеют Право Высказывать Своё Мнение Но Точно Так же Ватикан Имеет Право Не обращать Внимания На то Что ему Высказывает Литва И Там Папа Римский Сказал Потом Дружно Все Накинулись На Папу Римск Вот эти Вот слова По поводу Великой России По поводу Петра Первого Зацепил Ах Говорить нельзя Да пошли вы Со своей цензурой Знаете куда То есть Мне глубоко Все равно Что там Папа Римский Будет Как он будет Реагировать С Литвой Но вот это И есть Атмосфера Ты не имеешь Права Говорить о России Как и в Великой Тебя в посольство Сразу Вызовут В газетах Начнут о тебе Писать Ну ты не смеешь Вообще Слово Россия Произносить Не вздумай У нас сейчас Заседает Олимпийский Комитет Какая Россия Мы сейчас Все покинем Здесь зал Мы такие Все нервные Это модель Модель Которую Навязывают Слово Русофобия Не соответствует Вы знаете Всей грязи Которая Присутствует Вот это Мышление Правильно получается Что Россия Стала нецензурным Словом На Западе Ну насчет Нецензурным Нет конечно же Нет Евгения Но с точки зрения С точки зрения Я не знаю Есть люди Которые Вот говорят Да я русский Это пошли они Вот просто И мы тут русские Стоим и пошли они Это я сейчас говорю О Европе Одно дело Когда ты в России говоришь Другое дело Когда ты говоришь В окружении врагов Или же Когда ты говоришь В окружении Потенциальных клиентов И ты говоришь Я русский А есть же тех Кто уже действительно Стесняются Сказать Ну как Лишний раз Не лайкнут В социальной сети Не подпишутся Почему Потому что Будут Замечены В том что Они симпатизируют Русским Или не дай бог Какие то трудности Знаете Ну простое человеческое Лучше уйти Лучше ничего не делать Но я и не ожидаю Вот людей Много И в преклонном возрасте Которые Не будут бороться На демонстрацию Никогда не пойдут Там бойкие украинцы Кетчупом Обливаются Призывают К тому Чтобы Москалей убивать В том числе И детей Прям перед Бундестагом И такое было Ну куда с ними Тягаться Он там стоит Молодых бойких Которые подбегают Тебе начинают Троллить Как ты смеешь У нас тысячи Убитых детей Тысячи Это малодушие Трусость Или Ну это просто Здравый смысл Инстинкт самосохранения Ну давайте так Я вот Переведу просто На соседей На свою маму Ну куда Ну старший человек Конечно Куда он будет С этой толпой Оголтелых Упоротых Зомбированных Притом Когда я рассказывал Вот об Украине С точки зрения Наши братья Да Наши братья Но ведь это же тоже Украинцы Которые ходили Охраной вокруг Степана Бандеры В Мюнхене И жили в Мюнхене Это что тоже Наши братья Это очень серьезный вопрос Нужно Мне кажется Вводить определенную Терминологию Чтобы понимать Где наши братья А где не наши братья И тогда Как в этой ментературе Тут пойди разберись Где наши А где не наши Найду если видео В телеграм канале Сейчас выложат Вы имеете ввиду Вот этот диалог Замечательный Судвин Там и кто то еще Нет там не Шерен Там носик Но я найду Я выложу Может не сразу После программы Выложу в телеграм канале Вот это вот Где наши Где не наши Пойди разберись Там бьют наших Кто такие наши Ухожу я с Папой Римского Я думаю Освоение новых территорий Или знаете как Папа Римский Ну ищет наверное Тоже какие то контакты Вот нужно куда то ехать Хоть как то Предпринял попытку Там после Монголии Можно поехать и дальше И Индонезия И Филиппины Есть места в которых Действительно Большая проблема С христианами А есть места Где христиане За мусульманами Бегают И у мусульман Проблема Потому что Ну как бы Агрессивные Агрессивные буддисты И такое есть И такое есть Там Так что я думаю Папа Римский Подальше от Европы Просто уехал Еще плюс ко всему Но замахивается он Все-таки на Китай На Индонезию На Филиппины Вот туда Вот Ну и да Много раз говорил Еще раз скажу Ватикан находится Сегодня Действительно В очень Такой Нелегкой ситуации В Европе Уважение К Ватикану Очень маленькое И Давайте так Если в публичном споре Шольц называет Тех кто с риторикой мира Падшими ангелами Вышедшими из ада То тогда Тем самым Шольц Классифицирует Ватикан И кстати Боррель По поводу Десяти государств Когда заявил Ну Расширять Европу К 2030 году Ну хорошо Албания Плюс Боррель Говорит о том Что нужно забыть Все обиды Боррель Ты знаешь Дорогой мой Любимый Сверхчеловек Супергерой После Бэтмена И Человека-паука На третьем месте Очень гнила Господин Боррель Заходишь на разговор О Косовой Сербии Мол Старые обиды Надо забыть Все простить Тогда вам Будет место В Евросоюзе Вы войдете Вы будете соответствовать Сербия соответствует По всем По стандартам По судебной системе По избирательной системе Соответствует Европейским стандартам Можем сравнить С болгарской коррупцией Например В правительствах И как происходят Выборы в Болгарии Как беспредельно Голоса скупали И Боррель Когда говорит Надо все обиды Забыть Это же действительно Гнилая коза Мол Давайте Косово отдельно Сербия отдельно Вы все войдете В Евросоюз И дальше что И дальше что Не будет границы Между Косово и Сербией Проблем тоже не будет Может проблему решить надо А не подливать Масло в огонь И насчет Великой экономики Албании Ну Албания Войдет в Евросоюз Это понятно Насчет Великой экономики Молдовы Ну тоже войдет В Евросоюз В составе Румынии Или как частично Я не знаю Какие там варианты Прорабатывают Конечно Иронизирую А вот что касается Грузии И вот здесь Я подхожу К этой заготовке Говорил Что если Если время останется Расскажу Зурабишвили Приехала В Германию Президент Грузии Да Президент Грузии Встретилась С Штайнмайером Президентом Германии И они Ну так По функционалу Они похожи Это Представление Своей страны Презентация Своей страны Две парламентские Страны Правильно Да И глава правительства Это не президент И глава государства Не президент Ну там прописано все Но сводится Вот к чему Закон подписать Чтобы вступил в силу Президент Официально Распускать Парламент На основании Каких-то там Вещей Президент И в то же время Президент Например В Грузии По закону Не имеет права Предпринимать Заграничные Зарубежные Поездки Как президент Если парламент Этого не утвердил И парламент Запретил Зурабишвили Поездки за границу Ну как президенту Чтобы представлять Грузию Представлять В смысле Вот презентация Смотрите Какая у нас страна И в частности представлять По вопросам Вступления в Евросоюз Абсолютно Абсолютно И Когда президенту Запрещают Ехать Не дают добро В принципе Вот глупо звучит Но это не домашний арест Это такой тоже Новая формулировка Должна быть Это Получается Ограничение Полномочий Ну то есть Почему бы Действительно Президенту Грузии Не поехать И не пообщаться С президентом Германии Ну найдут Подождите Это ограничение Полномочия В соответствии С конституцией То есть Нарушений Грузинской Да Как раз В этом отношении Пока Зурабишвили Общалась Со Штайнмайером Притом Информации Ноль Вот ноль Как будто Они тайком Встретились Тайная вечеря Ну то есть Фотографию Все увидели Что переговоры Прошли А содержания Переговоров Нет Да даже Сам факт Фотографию Фотографию Попробовали Спрятать То есть Там где-то В поисковик Вбейте Фотографии Там Зурабишвили Штайнмайер И не так просто Сейчас будет Найти эту фотографию Официальный визит Не сообщается Пресс-релиза Не сообщается Что-то странное В российском сегменте Интернета Сразу появляется А вот в европейском Да Евгений Вот это и есть разница Это в Германии Попробовали Заретушировать А грузины Все это нашли И получается Что Несанкционированная Поездка Президента Грузии К президенту Германии Вызвала Определенную Волну Непонимания И теперь К импичменту Президента Призывает Грузинская партия Как она там Называется Грузинская мечта Мечта Да Грузинская мечта И Запуск процедуры Об импичменте Вот кстати Заодно Пусть они запустят Еще процедуры Импичмента В отношении Еще пару президентов Европейских стран Которые имеют отношение Я считаю К незаконной Сделке С оружием Которая тоже идет В обход парламента Это вы знаете Как хитро Парламентская страна Если что Так это парламентская страна А если оружие Поставлять Так у парламента Можно и не спросить А если реформу Какую-то провести Как во Франции Пенсионную У парламента Можно и не спросить Так все себя называют Парламентской А чуть что Этот парламент Он для чего Чтобы создавать Иллюзию Что есть демократия Или как Что что-то обсуждается Очень смешно Парламентские страны Работают И я сейчас О Германии И о Франции Непосредственно Так вот По поводу Нарушения конституции Зуробишвили Это Грузия Пусть они сами Там разбираются А вот по поводу Европы А вопрос об интеграции Вы знаете Вот там Боррель заявил Что-то там Владимир Пожалуйста Мысль закрепите Подержите в руках Буквально несколько секунд Продолжим Боррель заявил о том Что Разговор должен идти Непосредственно В том числе О вступлении Грузии В Евросоюз Но дело в том Что есть определенные Тонкости Сегодняшних Политических переговоров Ярко это выражено В Сербии Вот Можно ли Вступить в Евросоюз И быть пророссийским При том Что это же Не непосредственно Вучич Такой пророссийский Он просербский Крутится Как уж на сковороде И там И сям У него Есть и заявления Которые вообще Нам были бы Очень неприятны И Он открыто говорит О том Что ну извините Ну разрывают То ли я красивый То ли я умный Как в анекдоте И в этом отношении Вот он Евросоюз Это улучшение В том числе И жизни Но больше Больше 66% В Сербии Они вообще Прорусские Пророссийско Настроенные Владимир Вот у меня вопрос Вы очень хорошо Знаете всю историю Евросоюза Когда он создавался Да Там Много лет назад Разве В уставе Было Прописано Что это Антироссийская Организация Ну нет Конечно Разве было Подчеркнуто Что все члены Должны быть Антироссийскими Вообще-то Евросоюз Создавался Изначально Первый шаг Как экономическое сообщество Притом Тонко направленное Уголь И сталь Эта идея Произошла Именно от промышленников Ни в коем случае Ни от политических Спекулянтов Ни от популистов Никто не ходил С идеей Ой давайте Объединимся Это так хорошо Это так прекрасно Создадим вертикаль Боррелю Дадим всю власть И Урсуле Фурделяй Нет конечно Идея была какова Что От Снятия Таможенных Пошлин В сталелитейке И в угольной промышленности Выиграют все То есть Чтобы свободно Передвигался уголь Сталь Продавалась Вытапливалась Все это И дальше Уже эта идея Стала набирать обороты Понятное дело К этому присоединились И аграрии И дальше уже Присоединились политики Сегодня От этой идеи Экономического сотрудничества Мало что осталось Это превратилось В абсолютно Политическую спекуляцию И вы иронизируете Евгения Но ведь это же действительно И подводка моя Именно такая Грузия В каком виде Может вступить Давайте так Вот Сербия и Грузия В Сербии Про российским Быть не стыдно В Сербии С российским флагом Идешь по улице Тебя Слышат русскую речь Тебя похлопают С уважением Кстати По плечу похлопают А в Германии Например Вот у меня История такая В кармане Есть На демонстрации На которой были В том числе И российские флаги Подошли Вот так Подружески Похлопали По плечу И когда хлопали Знаете Детская шутка Была в школе Тоже наклеить Там кому-нибудь На спину Какой-то Пни меня Пни меня Плюнь меня Вот наклеили На спину Убей его Убей его В Германии Это произошло Подошли к человеку Так похлопали По плечу Молодцы С русским флагом И было написано Убей его Он нацист Чудовищно Если честно Ну так вот Сравнивая Сербию Сравнивая Грузию Но я о другом Зурабишвили Конечно С ее грузом Ну давайте так С ее грузом Пусть они в Грузии Действительно Разбираются сами Президент Грузии Выполняет определенную функцию Встретилась с президентом Германии Плюс еще наверное Встретится как-нибудь И с Боррелем тоже И вот здесь Вот очень интересно Честный нюанс Боррель когда заявил О вступлении новых стран Во первых На чьих плечах Экономических это будет То есть Давайте расширяться Да Соответствуют ли Эти новые страны Стандартам Евросоюза Нет Интересно ли то Что они не соответствуют Нет Неинтересно У этих идеологов Нужно забрать все Что лежит плохо И плевать Разрывается экономика Не разрывается экономика Нужно оторвать А потом пригодится Я думаю Что это такое Самозакапывание происходит Чем больше будет Мелких Стран В Евросоюзе Которые мало Контролируемы Но которые нужно Содержать То вопрос Кто их содержит Ну чтобы повысить Уровень жизни Построить там заводы Да не построит Германия Допзавод В какой-нибудь Будь Албания Или в Грузии Если это невыгодно Экономически Это все Абсолютная Прагматика И конечно Зуробишвили В разговорах Тема интеграции Там Грузии И встраивание Ее в Вообще В мозаику Европейскую Пусть они Разговаривают Ну правильно Вы Евгений Говорите Ведь Условия Которые Борель называет Там соответствие Там всем Стандартам Они должны подходить В Польше Юстиция подходит Под стандарт Нет Болгарию Я уже сегодня Называл Румыния С коррупцией Которая зашкаливающая Постоянным разворовыванием Денег Там начиная От ремонта больниц Заканчивая дорогами Болгария Ну как Болгария Ну они близко Друг с другом Друг у друга Учатся Как правильно Распилить деньги Почему говорю С уверенностью У меня Знакомая Снимала документальный фильм По следам Европейских денег Назывался В общем Она поменяла Три квартиры В Берлине Сняла документальный фильм О том Как разворовываются Европейские деньги Ну классика жанра Покрасили сверху Внутри ничего не изменили И Сфотографировали Все спасибо Евросоюзу Просто украли деньги И по следам денег Она сняла фильм Документальный Ей Настолько угрожали Сильно Что она даже В Берлине пряталась То есть Ночевала У друзей Настолько сильно Угрожали человеку Вот Ну и соответственно Кто же увидел Такой фильм Закатали В ютуб Три раза Закрывали Вот Но Я возвращаюсь К теме Условий приема В Евросоюз Господин Боррель А также Ваши сотрудники Без уважения К вам Сообщаю Что Маршрутная карта Вступления в Союз Вот как Евгений говорит Была ли она Задумана С абсолютно Четким пониманием Что вы должны Отказаться от России Нет конечно Вы Переворачиваете И европейство На самом деле Загоняя Под определенные условия И придумаете То чего там нет Но нету конституции Евросоюза Поэтому Боррель Абсолютно Плоско может Это нарушать Никто ему Ничего за это Не сделают А ведь действительно Условия сегодня Вступления в Евросоюз И мы это видим На Сербии Откажись от России Сделай все Чтобы ты стал Антирусским Будешь в Евросоюзе А кстати По Косово Тоже Не забудьте Исправить Соответственно Это условия Он скажет И грузинам тоже Вот я хотел сказать Да что скорее всего Мы можем предполагать Пока нет Расшифровки Этих переговоров Что шла речь Именно об этом Ну и как раз О том что не складывается У Грузии Отказаться не получается От отношений с Россией Зарубишвили Очень хочет этого Да И вот здесь Хочу напомнить Что происходило В Грузии В марте этого года Когда помните Партия Как раз Внесла Законопроект Об иностранном влиянии Об иноагентах И очень Зарубишвили Возмутилась Внесением этого Законопроекта И были спровоцированы Беспорядки Так получается Возможно Это как раз Тот самый иноагент Который встречается Сначала со штаммэром Получает деньги И потом Влияет на внутреннюю повестку Я думаю Именно в этом Вся суть Я хочу К концу программы Зачитать Одно очень короткое сообщение Постоянно радиослушатели Знают мою славость К названиям России Владимир Деревня Середогощ Новгородская область Которая старше Чем открытие Колумба Слушает вас Я набрал Параллельно Пока говорил Середогощ Упоминается Первый раз В песцовых книгах Шелонской Пятины В 1498 году Вот такая вот Как Середогощ Над мхом Вот такая вот Деревня Слушает нас Интересно Спасибо что вы с нами Подходим к краю Услышимся Завтра В это же время На этих же волнах Спасибо что вы были с нами Спасибо Владимир Благодарим Это была программа Еврозона Спасибо всем нашим слушателям Оставайтесь Слушайте Вести ФМ Еврозона От Микояна Дома Микояна Тезисы о продовольствии Здравствуйте В студии Валерий Санфиров Мушек Мамикоян Мушек Владимирович Здравствуйте Здравствуйте Председатель попечительского сайта Фонда премии Столыпина И сразу представлю Нашего гостя в студии Едуард Владимирович Бабунец Здравствуйте Здравствуйте Доктор сельскохозяйственных наук Профессор кафедры Акукультуры и пчеловодства Ну можно сказать Тимирельской академии Как мы их хорошо знаем Исходя из того Что наш гость сегодня возглавляет Вы поймете Правильно Вы наверное подумаете И поймете Что мы будем сегодня Говорить о акукультуре Да Ну вообще О рыбе И о продуктах из рыбы И это очень значимая часть Производства животного белка В мире Поэтому Мне кажется Очень интересным Это будет И для обычных людей Потребителей Почему-то Раньше были четверги рыбные Там Сейчас рекомендуют Диетологи Больше потреблять Морепродуктов Почему именно так сложилось И что особо Содержится в этих Рыбных продуктах Есть термины Которые Мне кажется Хорошо бы Прояснить Рыбоводство Рыболовство Люди обычно Слушают Слушают новости Скорее они Носят Профессиональный характер Управленческий характер А как приземлить Современно мы знаем Общение мы можем Сегодня Донести до наших слушателей Для того Чтобы Был у них И понимание И интерес Как потребители К этой продукции И возможно Кто-то из наших Слушателей Займется Аквакультурой В своих фермах Или где Занимаются Агротуризмом Могут Какие-то новые Элементы Привнести И В конце концов Было бы интересно Нам обсудить Долгосрочные планы Рыбной отрасли Российской Федерации Как стратегической Цели Развития Параллельно Нашему Экспортному потенциалу По Тем позициям Которые Россия Уже достигла Это производство Растительного масла И экспорт В мире У нас Лидирующие позиции По пшенице У нас Лидирующие позиции По мясу Мы уже имеем Экспортный потенциал Вот как Будущей Конструкции Экспорта России Может выглядеть Составляющая Которая Может быть Опираться На Индустриальное Рыбоводство Поэтому Эдуард Владимирович Пожалуйста Скажите Что такое Рыбоводство И рыболовство Простым языком И с этого Начнем Ну По поводу Рыболовства Это соответственно То что Ловят рыбу Скажем так Из естественных Водоемов В широком смысле Соответственно Это суда Также выходящие В акваторию Как морей Так и океанов То есть Специальный флот И как бы Это скажем так Больше относится К морскому Вылову На сегодня Промышленный Лов В ряде У нас Регионов Ведется На крупных Озерах Соответственно Также Рыболовецкие Бригады Вылавливают То есть Как бы Вылавливают Тот Ресурс Рыбный Который Регламентируется Общедопустимым Уловом То есть Условно говоря Из данного Водоема Можно выловить Такой-то Объем Количества Такого-то Вида Ну и Соответственно Рыбаки У нас Вылавливают Тот или иной Вид В данном Направлении Это у нас То что касается Рыболовства Если мы Говорим О рыбоводах Это те люди Которые Разводят Рыбу Выращивают Рыбу Как в Прудовых Так и в Индустриальных Условиях Соответственно Это Как правильно Уже было Сказано У нас Наиболее На сегодня Развита Это Селекция И Скажем так Выведение Там Пород Тех же самых По карповым Видам Вот Соответственно По осетровым И лососевым Пока у нас Работа идет На уровне Видов Хотя в Реестре Есть Ряда Домашних Форм Внесенных Для Воспроизводства Вот Давайте По порядку Вот Индустрия Рыбоводства Она Не нова Она У нас Наша Существовала Практически всегда С давних времен Да Индустриальное Развитие Получило Советский Период Вот Как Выглядели И на Каких Принципах Основывались Вот эти Новые Изменения В этой Отрасли Появились Новые Гидроузлы Появились Новые Возможности По водным Ресурсам Появились Новые Знания Относительно Генетики И совершенствования Рыбы Как Виды Для того Чтобы получать Животный Белок Вот Или Или Просто Тупо Копировались Какие Принципы Которые Уже Более Развитых Экономиках Применялись Например Россия Заимствовала Много Таких Вещей В Сфиноводстве Например Или Птицеводстве Вот Как Происходило Это Рыбоводство На Сегодняшний День Один Из Наиболее Развитых Сектор Аквакультуры Это Индустриальное Рыбоводство Которое Скажем Так Интенсивно Начало Развиваться В нашей Стране С появлением Тех же Самых Грессов То есть Когда Строили Гресс Попутно Ставили Три Предприятия Одно Которое Занималось Овощами Производством Мяса Например Сменина И Третий Это Был У нас Выращивание Рыбы То есть Помимо Того Что Выращивали Рыбу Которая Она Шла На стол Потребителю Также Эта рыба Выпускалась Водохранилище То есть Экологическая Задача Ставилась В главу Угла Чтобы Рыба Не уменьшалась В том Количестве Которое Содержалось До Этих Гидросооружений Предприятия Обязаны Были Выпускать Определённое Количество Расчётное Морков Совершенно верно Поддержание Сиды Совершенно верно То есть Получается После Строительства Гидроузлов Менялось Как бы Реструктурировалась Ихтеофауна И для того Чтобы её восстановить Выпускали Вот эти Рыбоводные заводы Были предприняты Были строились Для того Чтобы их Компенсировать Да Но одновременно Была вода И тепло Значит Овощи Вырастись Да Соответственно Тёплая вода С одной стороны Плюс Минус в том Что рыбу Выращивали Как бы В замкнутых пространствах Соответственно Корма должны Быть Сбалансированы Да То есть Всё Что Чем мы рыбу кормим Это вот Сбалансированные Корма По белку Жирам Углеводам И так далее Вот Соответственно В этот период Ну скажем так В начале 60-х годов Наверное Да Начинают Развиваться Плюс Ну вернее Параллельно Аквакультуре Да Развиваются Не только Комбикормовые заводы Скажем так Рассчитываются Различные рецептуры Для рыб Скажем так Как для ситровых Как для форелевых Как для форелевых Нужно сказать Что это Отдельная Отдельность Знаний Да Совершенно верно Кормикорма Рассчитывается И следуется Значительно Более тщательно Чем питание Для человека Потому что Кроме здоровья Продуктивных Животных Еще связано Это С эффективностью Совершенно верно И поэтому Это отдельная тема Мы сегодня Вряд ли Можем его затронуть Служи сказать Что отдельное Направление Которое Относится К кормам Для рыбы Очень развито В мире В России Спрос Достаточно большой Но наша Комбикормовая Отрасль Эту часть Пока еще Не может Обеспечить Потому что Темпы спроса Больше Чем мы Имели раньше Машин России Правильно К сожалению На сегодняшний момент Скажем так С приходом Импортных Кормов Наши Скажем так Бывшие Заводы Из-за Невостребованности Скажем так Их продукции Да Не смогли Реконсурируются Да А те Заводы Которые Скажем так С 15 Года После Указа Президента По импорту Замещения Они к сожалению На сегодня Порядка 15-20 Процентов Потребностей Покрывают Потребности Рыбоводных Предприятий Как по Для товарного Варочника То есть Брос большой Сейчас Брос большой Да То есть Мы всегда Когда говорим О мясной промышленности О молочной И других Отраслях Всегда говорим Советский период Достигли Таких-то Объемных Валовых Результатов А сейчас Мы догнали Перегнали Например По мясу Мы производим Больше И так далее Вот Можем ли Мы Очень грубо Охарактеризовать Объем Производства Рыбопродукции Рыбопродукции В СССР И Ну В России Или В СФСР И в России Есть ли Такие Возможные Индикативы Ну Скажем так Что Если Допустим Брать Скажем так За последние Например Десять лет Ну Вот так То у нас Наше Производство Акукультуры Выросло Практически В пять раз Если не ошибаюсь Да Соответственно Объем Производства Увеличился В разы Да В связи с тем Что Как бы Стали Ну Появились Ну Отработанные технологии Улучшились Да Появились Новые комбикорма И в соответствии Со стратегией Да Если Скажем так Переводить На количество Рыбы Какой Человек Должен Потреблять Ну Средний Скажем так Статистический Житель нашей Страны То есть Если мы Раньше Потребляли Порядка 14-15 Килограмм Мяса Сейчас мы Ну Я имею Рыба Рыба Да Да Вот В соответствии Со стратегией Сейчас У нас Порядка 22 Килограмм 28 22 Нет Это я точно знаю Потому что На последнем совещании Было По развитию Отрасли В июле Президент Сказался Что 22 Было До прошлого Года Сейчас поставлю Задачу 28 Которую Мы никак Не можем Достичь Это я точно знаю Значит Получается Что На сегодняшний На 22 Год Мы Скажем так Произвели 38 383 Тон Тон Да Продукции А в соответствии С программой Развития Аквакультуры Мы должны достичь Цифры 618 тысяч Тон Соответственно Да Это к 30 Году Получается Ну Чуть ли не в два раза Мы должны дойти Практически До 40 Килограм Человека Я могу сказать Что Иногда Разночтение Бывает И в области Мяса Потому что Иногда Статистики Берется живой вес Иногда Просто Уже Разделано Мясо Иногда Такие Нюансы Будут Ну Для Справки Я могу Просто Сказать Что Россия Сегодня Обеспечивает Производство И потребление 79 Килограмм Мяса На душу Населения То есть В 23 Году Мы будем Иметь 79 80 Килограмм На душу Населения Это Самый Высокий Показатель Который За всю Историю Мы Могли Себе Позволить Представить Поэтому Вот Если Мы Подсказываем Как выглядит И производство И рекомендуем И потребление Нужно Говорить Что На Килограмм Мяса Или Белого Или красного Желательно Потребить Условно Там 400 грамм 300 грамм Рыбы Да Ну Приблизительно Да То есть Потребление Рыбы Даже Неделю Одного дня Не хватает Лучше Два дня Согласен На нашей Кафедре Проведены Расчеты По Населению Обитающим Зависящих Например В центре Континента И на побережье И получается Как Что Вывелись Специальная Формула Что Чем больше Народ Потребляет Рыбы Морепродуктов Тем дольше Он живет То есть Выявлена Прямая Зависимость Потому что Мы знаем О полезных Свойствах Содержание Йода Многих Микро Макроэлементов Естественно Это Полезность Здесь Любой Потребитель Вам скажет Вы все время Говорите О полезности Но цена Не обеспечивает Доступность Это вечная Проблема Для наших Огромных Территорий И акватории Расположения Вылова Рыбы Мы говорим Не только Об аквакультуре В целом У нас Рынки Бывают Десинхронизированы Поэтому потребители Не всегда И имеют Доступ К самому Дешевому Свежему И так далее И так далее Вот насколько Пищевая Биологическая Ценность рыбы Колеблется От того Что она Свежая Или она Свежезамороженная И хранилась Полгода Или год Вот Как меняется Такие исследования У вас есть Ну скажем так По поводу Качества продукта У нас Занимается Отдельная Кафедра Да Совершенно Верно Если рыба Скажем так Свеже Выловленная Она И обладает Ну условно говоря На 100% Баллов Да Скажем так По качеству Соответственно Если она Охлажденная Где-то Ну условно говоря Там 98 До 90% Это незначительно Это незначительно Да Но все равно Есть какие-то Скажем так Уже начинаются Отклонения По вкусным качествам И соответственно Если у нас рыба Ну допустим Она была замороженная То вот это Порядка там Порядка 20% Наверное Падает Да Но если допустим 2-3 раза Она перемороженная Это уже Ну мы говорим О качестве Которое Предусмотрено Как должно быть С не Какие-то Отдельные Случа и нарушения Ну это Существенно Падает То есть Замороженная Рыба Все-таки На 20% В потребительском Смысле Хуже С точки зрения Сохранения Питательных И биологических Свойств Да Получается Как что Есть на сегодня Какие-то Новые Ну не то же Какие-то Технологии По Шоковой Заморозке Что позволяет В большей степени Сохранить Да В большей степени Сохранить Все эти полезные Вещества Что у нас там В рыбе Накопились Да и соответственно Как бы на памяти Есть 5 сенден Что Когда был Спрос на Осетровых Да Нам скажем так С Армении Поставлялись Чуть ли не самолетами Вот эти вот Охлажденные тушки Шоковые заморозки Привозили к нам В страну То есть И по поводу Скажем так Дешевая рыба Как И дорогая Да То есть У нас получается Максимальный потребитель Как Говорится Все таки Западная часть То есть Москва Подмосковье Скажем так Там где максимальное Количество У нас Народа Да А соответственно Максимальный Скажем так Лов Из действительно Входоемов У нас производится Тоже самое Дальний восток Вот И там максимальное Как сказать Разнообразие Да Ну и к сожалению Вот вся Вот эта транспортировка Ну по крайней мере То что раньше было Да Сейчас конечно Строятся Высокоскоростные Магистрали И так далее Вот у меня Вот здесь возникает Всегда И вопрос И диссонанс Очень часто Вот последние десятилетия Участвуешь В разных дискуссиях Рабочей группы Есть предложения Как Быстрее Довести рыбу Тарифы специальные Назначить И так далее И так далее У меня Как у промышленников Всегда такой вопрос А нельзя ли сделать Термообработку Консервирование Ну то есть Термообработанную Рыбу На Дальнем востоке И потом Тихонько Дешево Довести до потребителей Потому что Огромная часть потребителей Термообрабатывает рыбу Потом Потребляет рыбу Да Мы не говорим О тех людях Которые тут же скажут Мы хотим Чтобы это лежало На льду И свеженько И так далее Она и будет дорогая Она не может быть Уж такая дешевая Если мы говорим О продукте Как о продукте питания Сохранением Ее питательной Биологической ценности Ну мы знаем Советский период Это были Огромные корабли На которых были заводы Так И производились Консервы Тех или иных видов С овощами Без овощей Томатной Пастей И так далее Я поддерживаю Вот такой взгляд На эту отрасль Я лично поддерживаю Такой взгляд На эту отрасль Потому что Легче переработать Тут же Не замораживать Не терять В качестве Как вы сказали А потом Все равно Мы дома Или все равно На заводе В Москве Под Москвой Если мы говорим О потреблении В Москве Перерабатывают И делают Из него Или пресерва Или в какую-то Другую форму Переводят Как вы относитесь К концептуальному Этому подходу Лучше на месте Полностью переработать И в полном Готовом виде Чтобы не требовалось Холодильного хранения С тех жестких параметров Которые сейчас Мы обычно обсуждаем Довести рыбу До потребителей С вами полностью согласен Да То есть Переработка рыбы На месте На судах Это Скажем так Один из Выходов Да Но соответственно Или в портах Да И получается Как Что нам На сегодня Тогда Не то что Просто Так как рыба Идет сезон Да То есть Мы знаем Да Что одни рыбы Подходят раньше Другие позже То есть Как бы это По времени Да Ее надо перерабатывать Соответственно Для этого То есть Есть сеньеры Которые Отлавливают Есть Кажем так Те Суда Которые Переработчики Вот Соответственно А Нужны специалисты Которые этим делом Достаточно Ну Владеют технологиями Да Производства Да И соответственно Достаточное количество Тих вот Рыб Перерабатывающих Ну Назовем там Этих Кораблей Ну мы говорим о векторе Наверное Лучше говорить об этом Подготовить специалистов Строить такие заводы По берегам Чем все время говорить Откуда тариф Как привезут Не привезут Вы же сами сказали Одна рыба приходит В один сезон Другая Другой сезон И у нас погонят За своим хвостом Мы никогда не догоним Если концептуально Не посмотрим А что мы хотим Получить Мы хотим получить Биологически Пищевую ценность Рыбы Которая очень важна Она Вылавливается По периферии По океану И должна поступать Равномерно На всю территорию России И желательно Каждый месяц Иметь доступ К этой рыбе Поэтому Эта задача Может решаться Как раз Глубокой переработкой Рыбы С моей точки зрения И в этом случае Будет Лучше переработано Потому что Будет Отходов И потерь Меньше Потому что Это индустриально Все-таки Там же Огромное количество Ценных веществ Которые не потребляются Например Если потребитель Дома Сварил рыбу Кость Выбросил Она могла бы Быть использована Для производства Кормов Для каких-то Других Животных Это очень важно Это вот стратегический Взгляд на это Можно Вечно там Говорить о цене рыбы О создании Сети магазинов Чтобы Но концептуально Мне кажется Если мы говорим О дикой рыбе Она должна решаться Вот В том числе И этим способом Не только этим способом Но в том числе Потому что Да Есть сектор Ресторанный Или там Дорогие Гастрономы Где продажа Дорогой рыбы Она возможна Пожалуйста Если есть Такой спрос На эту рыбу Мне кажется Все-таки Потребительский спрос Больше направлен на то Что это рассматривается Как продукт питания Чтобы получить доступ Всем элементам Которые рекомендуют нам Врачи-диетологи И которые улучшают Наше здоровье Вернемся К Производству Прирученной Рыбе Ваши Может быть После новости У нас минута остается А если позвольте Я уточняющий вопрос У нашего гостя Спрошу Скажи Что нужно Много специалистов Вот В Тимирязевке Вот той кафедры Где вы Преподаете Работаете Достаточно Специалистов Выпускать Или надо больше Во-первых Надо чтобы У специалиста Было место Где он пройдет практику Соответственно Это по любым Направлениям Будь то технолог Будь то рыбовод Да То есть это Сейчас мы Стараемся Наших студентов Непосредственно Производственные практики Чтобы они набирали Устраивать Да Чтобы они набирали Опыт Тренировать Чтобы где-то Они да По практике Действительно Работали Да Но много В этом году Приняли Сколько Значит у нас Получается Рыбоводством Начинают заниматься Второго Третьего курса Да Соответственно А вот так В этом году 250 человек У нас на Институт А нужно Больше Меньше Я думаю Что достаточное Количество Но мы Продолжим Эту тему После новостей Напомню Что у нас в студии Мушек Мамиканян Председатель Попечистского Сайта Фонда Примени Столопина Эдуард Владимирович Бабунец Доктор Сельскохозяйственных Наук Профессор Кафедры Акукультуры Пчеловодства Тимирельская Академия Встретимся После новостей От Микояна Дома Микояна Тезисы О продовольствии Еще раз Здравствуйте Напомню Что студия Валерий Санфиров Мушек Мамиканян И наш Сегодняшний гость Эдуард Владимирович Бабунец Доктор Сельскохозяйственных Наук Профессор Кафедры Акукультуры Пчеловодства Тимирельской Академии И в первой части У нас Государство Поставило Стратегическую Цель И задачу Развивать Рыбную Отрасль Сходя с того Что это Достаточно Полезный Продукт Что необходим Это Наше Конкурентное Преимущество С учетом Наших Возможных На Дальнем Востоке Да и На Мурманской Области И поэтому Цифры Называли Наш гость Сказал Россия Потребляла В том числе Рыбная Продукция Понятно Что с чистого Листа Этого не сделаешь Потому что Достаточно Долго Не доразвивалась Эта отрасль Надо Постепенно У нас Это идет Наращивание Производства Например Одна с тем Которым Была затронута Это Рыбная Корма Которая У нас К сожалению Сейчас 20-25% Обеспечивается От того Что нужно Это то направление Которое Нужно Конечно же Развивать Если мы Хотим быть И независимыми В том числе И самоотрасленно Развивать В том числе И вот то Что касается Специалистов Которых Где работает Наш гость Тоже Сейчас там Больше 200 Специалистов Поступило В этом году Но Как сказал Дорог Владимирович Что это достаточно Достаточно По какой причине Что Просто негде Больше возможности Где работы Будет больше возможности Будет больше специалистов Ну По меди роста Да Я бы хотел все-таки Вернуться к индустрии Рыбоводства Потому что На самом деле В России За последние 15 Лет Сложились Очень сильные Компании Которые работают В Карелии Я знаю В северных Ротах И достаточно Хорошо компенсируют Уходящий импорт И импортзамещением Они занимаются Достаточно Компетентно У них и Свои представления В путях развития Рыбоводства Крупных Оставим в стороне Я бы хотел Более Упрощенно Поговорить о том Как Как может Фермер Или как Может Предприниматель Средней руки Маленький предприниматель Смотреть на эту отрасль Читать новости Этой отрасли Научное Обобщение От отрасли И подумать Может ли он Заняться Рыбоводством Локализуемо ли это В маленьких масштабах Или не локализуемо Если он делает Это в маленьких масштабах Он должен рассчитывать Столько на самопотребление Что он Потребление Своей семьи Там родственникам Раздаст Или все-таки Это может стать бизнесом Будет ли эффективно В небольшом масштабе Это делать Потому что Мы много читаем О рекордных достижениях По эффективности Что вот Единицу корма даешь Рыба дает Килограмм прироста Да Вот например Говорят О чудных свойствах То есть Эффективных свойствах Производства Африканского сама Ну я его в лицо не видел Может даже Потреблял где-то Но расскажите нам Что происходит Может быть мы Зря на карпа Полагаемся В маленьких Хозяйствах Нужно Менять Типы Рыбы Которые Ну или это Просто антинаучно Это неправильно Вот расскажите Какие новости Есть в этой Отсосли На сегодняшний день Как бы Как любой бизнес Основан на чем Есть рынок сбыта Соответственно Бизнес Ну дело идет Да Если нет рынка сбыта Соответственно Как вы правильно сказали Только скажем так Приходится довольствоваться Ну как Себе Друзьям И так далее Да Один из моментов Опять же Развития Бизнеса Может быть какой На сегодняшний день Скажем так В Времена СССР У нас Товарная форель Пользовалась спросом В районе 200-250 грамм Соответственно Да То есть на сегодня Уже потребитель Просят более крупную рыбу Там от трех Отдали Как было раньше 250 грамм Форель считалась Да Это товарная Порционная рыба Соответственно Сегодня уже Это требуется Вот как вы уже правильно Было уже озвучено Что в Мурманской области У нас Энарктика занимается Выращиванием Атлантического лосося Там уже соответственно Выращивают От трех до пяти килограмм Да С чем это связано Дальше экономически Невыгодно За счет того Что начинают Развиваться половые продукты Уже все идет В половые продукты И опять же Трех-пятикилограммовая Форель Из нее Больше выход мяса И соответственно Она более Красиво смотрится В упаковке И так далее Здесь уже идет Маркетинговые ходы Ну и меньше Не имеет смысла Потому что Основные затраты На формирование скелета Потрачены А чтобы не наращивать мясо Это Недальновидно Просто И неправильно С эффективностью Полностью С вами согласен Да Ну лучше допустим Выращивая Того же самого Как уже было сказано Клариового Сама Что выращивать Нет-нет Мы говорим Как будто мы все знаем Я просто слышал Я хочу чтобы вы сказали В мире Наверное Каждая страна Опирается на Те водные Ресурсы Которые у них есть И на те Вели рыб Которые им Свойственны Но сейчас Мир интернационализируется Потому что Мы выращиваем Здесь феней Которые Были одомашнены В Европе И наоборот Бывают такие Согласен Согласен Что правильнее делать И вот как Классифицируется Кто чемпион Чемпионы по эффективности Для Рыбоводства От мировой Мирового производства Этого Лосо Сюда Вот Значит Так как у нас Страна Большая Она делится И возможности есть И на севере И на севере И в центральной части И на юге Соответственно Там где у нас Более северные районы Там Пригодно Для Более пригодно Для выращивания Тоже самое Форель То что сейчас происходит Крупные инвесторы И работают Именно в этом направлении В этом направлении Да правильно Было сказано Что в Карелии Там Группа хозяйств Которые Занимаются Тем делом Ну выращивания Форель В садках Да Насколько я В курсе Значит соответственно Помимо Своего посадочного Материала В смысле У данных Хозяйств Есть свой Небольшой Комбикормовый заводик Который для своих Нужда Но к сожалению Пока Скажем так На сторонних Для сторонних Организаций Они не производят Да И то есть Данное Предприятие Оно смогло Обеспечить себя Не только Посадочным материалом Да От которого мы зависим Тоже Скажем так Как и по Атлантическому Лососю Вот Ну то есть По форели У нас Как бы Вот эти Вопросы Более или менее Севером понятно Севером понятно Центральная часть И я так сразу понял Что локализовать Делать маленькое Хозяйство В маленьком садке Это экономически Маловероятно Что будет Селесообразно Ну вот если мы говорим Как вы говорите Экотуризм Да Вполне возможно Да Если допустим Где-то что-то Скажем так На маршруте Находится Да Организация Небольшой Как сказать Кафе Не кафе Демонстрационный Демонстрационный зал Да Вот скажем так И когда приезжают Идут туристы Там пальчиком показал Хочу там такую форельку Хочу там еще что-то Да Местные виды То есть это все Совмещается с каким-то другим Совмещается с этим видом Последняя полоса Вот для чего Она больше подходит Для каких типов рыбы Она больше подходит Здесь уже получается Как Здесь уже можно комбинировать Да То есть условно говоря Осенний Зимний Висяний период Мы можем те же самые Хладолюбивых выращивать Да Ну и опять же Ну хладолюбивых видов Хладолюбивые виды Это те же самые форели Да У нас на сегодня По-моему 5 видов форели Как бы зарегистрированы Официально пород форели Да Там комблопс И так далее То есть вот Их можно выращивать Да Как у нас температура Начинает подниматься Там выше 20 градусов Да То есть соответственно Уже к этому моменту Ее процессы Выращивания Культивирования Должен быть завершен Да И с весны Условно говоря Там когда потеплее Соответственно Мы занимаемся Уже другими видами Ну разве рыба Так быстро растет Чтобы мы До весны Занимались одним А потом Мы же с вами говорим О товарном выращивании То есть соответственно К этому моменту Необходимо Сделать заказ Да И человеку И тому же Самому фермеру Там условно Там 50-100 граммов Форель Ему поставляет В необходимых объемах Соответственно За этот период Да Это все возможно Интересный Очень момент возникает Вот мы знаем Чтобы выращивать Для убоя свиней Нужен цикл Около года Ну 6 месяцев От корм И так далее А в чесоводстве Два раза меньше А в рыбоводстве Срок Когда Мы имеем Малька До товарной Продукции Это сколько Приблизительно Вот получается Если мы Условно говоря По осени Сажаем 100 граммового Малька Скажем так К весне Мы имеем Массу От 500 До килограмма То есть это Пользуется спросом Уже Хорошая рыба А чтобы получить Малек 100 грамм Это сколько Это соответственно Уже выращивается Порядка На заводах Плем Репродукторах Во-первых Температура Ну 3-4 месяца Соответственно Это Зависит От Периода То есть Мы заложили Кронную инкубацию Какая температура За счет температуры Мы все это можем Сдвигать Сокращать Да Потом условно говоря Там неделя Две-три Идет Переход На активное питание И после того Когда рыба Начала питаться Вот сейчас Во многих отраслях Есть основная проблема С трудовыми ресурсами Не хватает людей Потому что Работы много Заданий много Людей не хватает Вот рыбоводство Является Трудозатратной Отраслью Или она все-таки В середине находится Она умерена По сравнению С птицеводством Или С свиноводством Если мы говорим Про частный бизнес Мелкий бизнес То это больше Как бы Все вручную делается То есть один человек может Ну не один услуг Семья Хотя бы Понимать И справиться Да То есть В свое время Когда был Ну скажем так На совещаниях Предлагалось даже Ну скажем так Институтом биологии Морей Семейные фермы По врачам Тех же самых устриц То есть Обучали семью Им предоставляли участок Им давали Скажем так Посадочный материал Необходимый Скажем так Все что для этого надо И соответственно Народ этим делом Занимался И кто это делает Вот например Мы можем сказать Что вы знаете Вот Тимириадзийский институт Может подсказать Или где Где конкретно Можно обучать Семью Для того чтобы Они занимались Семью Семью пожалуйста У нас сейчас Будут курсы Не будут А уже На сайте Объявленном Вывесили Это 5-10-20 Общие знания По поводу По поводу Ковида И так далее То есть Эти вещи Не тоже Сказываются Когда Технологии Отработаны То есть У нас Рост шел В районе 20% Опять же Но Любой рост Он Как сказать Если мы говорим Про культуру Кого мы выращиваем Рыбу выращиваем Например Те же самых Раков Или креветок Мы выращиваем Все равно Нужны комбикорма И наличие кормов Если у нас есть Скажем так Достаточное количество Кормов Мы можем Идти дальше Единственное У нас Лимит Ну да Синхронное развитие Сопровождающих Отраслей Это Обязательное условие Я вас услышал Потому что Да Это очень важно Вот когда мы говорим Выращивание раков Выращивание ус Выращивание рыбы Я все время хочу Рационализировать Сказать Мы выращиваем Единицу белка Да Там Через Рыбу Аквакультуру И так далее Вот Что более эффективно Это Чешуйчатая рыба Или Сам Для наших широт Что Вы считаете Будет Полезным Знать И в будущем Применять И сейчас Начинать Применять Для того Чтобы Выйти на тот Путь Который Вы считаете Самым Эффективным Чтобы Затратить Меньшее количество Кормов Условно Там Оптимальное количество Кормов Получить Максимальный Выход Конечной Продукции Ну Как Бы Ответить Да Значит Есть Такое Понятие Как Добавочная Поликультура Например Если мы Выращиваем Основной Вид И потом У нас Еще где-то Там Под фальшдом Еще Например Кто-то Спрятался То есть Вот этот Кто-то Второй Он Не потребляет Дополнительно Комбикорма А он За счет Остатков Питается Это раз То есть Такие технологии Они возможны А при выращивании Скажем так В садках То есть Опять же У нас На кафедре Был запатентован Метод Скажем так Выращивания Рыбы То есть Условно говоря В основном садке Выращивается Осетр Тот корм Который идет На дно Выращивается Получается Даже не то Что тот корм То есть То что Тоже сам Осетр выделил Соответственно Чтобы Не было Загрязнения Дальнейшего Дальнейшего Водоема Там уже Соответственно Те же самые Толстолобики Беломоры Они Во первых Они подчищают Сам по себе Садок И соответственно Дают дополнительную Продукцию Это вот один момент Соответственно Если мы говорим Про технологии Выращивания Вузове То Вузове По большей части Подразумевает Теплые вода Один из Наиболее Перспективных И Скажем так Объектов Это Скажем так Клориевые Самые То есть Там Очень Высокая Плотность посадки За счет того Что у этих рыб Есть как бы Специальный орган Который позволяет Им дышать воздухом То есть Им содержание кислорода Их не Лимитирует Опять же Нетребовательное У нас К Кислороду К содержанию кислорода Это та же самая Теляпия Которую На прилавках Называют Телапия Которую Скажем так На дальнем Скажем так Тому же самое В Вьетнаме Их выращивают Условно говоря В зоне Прилива Отлива Кормят И потом Соответственно Все это дело Реализуют Соответственно По Если скажем так Наверное Про пастбищные Наверное Стоит Не стоит сказать Про пастбищные Скажите Это Если мы говорим Про те же самые Водоемы Ну да Водоемы-охладители То есть Они имеют Свойство зарастать Проводя работы Как на Рязанском Водохранилище Скажем так Также на Перском Водохранилище Рассчитывали необходимое Количество Тех же самых Растительно-верных Рыб Чтобы Скажем так Очищать водоем Да Очищать водоем Раз И соответственно Когда Ну Всем известно Ну может быть Такой термин Как цветение воды Да То есть когда Повышается Как раз Белый толстолобик Он является Биологическим Фильтратором И то есть Он это Все это Потребляет То есть При Определенных Скажем так Условиях При определенной Концентрации Вода становится Чистой Да Ну и соответственно Так как эта рыба К нам в свое время Была завезена С Дальнего Востока Завозили белую Пестровую толстолобику Плюс белого амура А белый амур У нас как раз Потребляет Ту же самую Траву Вот скажите В перспективе Вот совершенство Генетику И так далее В перспективе Те рыбы Которые потребляют Растительную пищу Исключительно И те Которые потребляют В том числе И животные Комбикорма Какая из этих Ветвей Победит В эффективности Вы сказали Что китайцы В основном Этим занимаются У них получается Как Китай у нас Находится В более южных Районах Да И получается Как что У них идет Зарастание Ну Большое зарастание То есть Зачем дешевле Да И тут получается Они выглядят За счет того Что Выпустив Того же самого Амура Практически Они не кормят Комбикормами А за счет того Что Зная площадь Зная зарастание Сажают определенное количество И практически У них Как бы Вот эта вся рыба Дальневосточного комплекса Она не требует Комбикормов Вот этот Ее колоссальный плюс Соответственно А с точки зрения Пищевой Биологической Ценности рыбы Есть разница Которые Да Хищники Они как бы более Для нас полезны Да То есть Содержит больше тех Веществ Которые мы Считаем полезными И потребляем Теперь Вот такой стереотип Это мой последний вопрос Потому что Я хочу Чтобы и Валерий задал Есть стереотип Что Если это Пресная вода Или река Озеро Все таки Это не морская рыба Потребляя Морскую рыбу Дикого улова Мы потребляем Больше Тех полезных Свойств Которые мы Подразумеваем Например Йод Например Силен Там Или Другие микромакроэлементы Омега И качество омеги Тоже Потому что Толстолобик Тоже может быть Жирный Или сом Тоже жирный Этот жир Такой же жир Как и В атлантической Семге Например Или Это совсем Разные вещи И насколько Они разные вещи Ну в этом отношении Что можно сказать Что В рыбе Как в любом Объекте Все вот эти Компоненты Они присутствуют Только В одной Может быть Больше В другой Меньше То есть Они есть Соответственно Что еще Можно сказать Что Как И Мы Все Да Точно так же И рыба Она состоит Из того Что она кушает Чем мы ее кормим Да Если мы ее кормим Комбикормами Какой Скажем так Комбикорм Качество Комбикорма Мы даем То на выходе Мы ее получаем Соответственно Если рыба Из природы Соответственно Чем она там питалась То Это самое То мы То есть Можно сделать В морских садках Не очень Питательную Ну с точки зрения Биологической питательной Ценности Рыбу В отличие от того Если мы В водоеме Будем правильно Кормить Сомика Так можно сказать Или нет Ну опять же Мы про сомик Если к нему Возвращаемся У сомика Лимитирующий Фактор по температуре Соответственно Его температура Ниже 16 градусов Уже Для него Погибает Соответственно Мы должны Содержать Соответственно С его С биологией Вида Это естественно Это само собой Подразумевает Ну Единственное что Можно сказать Что по поводу Вращения в пресной Соленой воде То ту же самую Форель Сейчас вот Ровато бутанная Технология Что можно Как в пресной воде Так и в соленой Соответственно Чем выше соленость Соответственно Тем крупнее Нужен посадочный Материал Вот И при переводе В соленую воду Рыба Начинает расти Как сказать Более интенсивно Чем в пресной Воде И количество Заболеваний Скажем так По крайней мере По форене По форели Мельче Да Но И как вы говорите Что если мы делаем Вращиваем Того же самого Атлантического Лосося В садках Все равно Высокие плотности Посадки И там технологии Все таки Более Продолжительные Да Чем полгода Да Как мы с вами Говорим Здесь уже вступает Биологическая безопасность Соответственно Рыба должна быть Обработана Соответственно Корма Нужно периодически Прокармливать Чтобы там рыба не болела Ну и опять же От всяких разных Что вы скажете О клеточном выращивании Мяса Клеточном выращивании Возможно рыбы Ваши коллеги В мире Занимаются этим И Перспективно ли это Будет ли это Более эффективным Чем Производство Рыбной Продукции Обычными уже Методами Традиционными методами Честно говоря Вот Не задумывался Ну в конце концов Наверное к этому И придет И наука Что будут выращивать Не только мясо Но и Что-то похожее на рыбу Вполне возможно Что пройдет какое-то время Немножко Несколько вопросов В конце уже По текущей ситуации Как известно С точки зрения Понятно Что недружественная страна И что надо Собственно развивать Рыбоводство Был запрет Введен на На того же Наверского лосося И на устриц Вот мы Через какое время Сможем сами себя Обеспечивать Именно Лосось Устрицы На сегодняшний день Насколько я знаю У нас В Донузлаве Уже есть Скажем так Компания Которая занимается Выращиванием этих устриц Да Значит по поводу Миди Скажем так Это идет Частично доставка С Дальнего Востока Скажем так На побережье Крыма Соответственно По лососю К сожалению У нас на сегодня До конца Отработанной технологии нет Хотя она была Скажем так Еще в прошлом веке Какие-то наброски У нас были Соответственно У нас почему-то Это не пошло Наверное из-за того Что требовалась Более дешевая И скажем так Массовая рыба Да В то время У нас как бы Вошло Ну во времена СССР Как бы Надо было накормить страну И Как бы Более дешевого карпа Вращив в продах То есть вот это Осетры Это ваша В том числе Главная тема В том числе Я смотрю до вас Даже вот на галсту Честно не ошибаюсь Я хотел спросить Вот что Понятно Что это сейчас Такая больше Не только дорогая Но и краснокнижная В некоторых видах рыба Мы сможем Какой-то перспективы Восстановить Осетры Ну на сегодня Получается как Еще во времена СССР Заложены заводы Били по Бывшему союзу По нашей стороне Правильно И соответственно На сегодняшний день Рыбоводные заводы Формируют маточные стада И выпускают Соответственно Как в Каспии Так и В Азово Черноморский бассейн Чтобы она свободна Ее может быть Да Да Это именно Как бы Специальные заводы Находятся в юрисдикции Государства И соответственно Они находятся под ее Как сказать Защитой Защитой Да Соответственно Финансируем Ну что же Я благодарю нашего гостя Эдуарда Владимировича Бубунца Доктора сельскохозяйственных наук Профессора Кафедры акукультуры И пчеловодства Тимиревской академии Мушек Лорисович Мамиконяна Председатель Попечистского сайта Фонда премии Столыпина Также был с вами Валерий Санфиров Всего доброго До свидания Приятного аппетита Спасибо Рулевой Максим Кадаков И вот с таким же драйвом Начинаем программу У микрофона студии Евгений Яковлев Напротив меня Максим Кадаков Главный редактор журнала За рулем Максим приветствую Евгений привет Всем привет друзья Всем рекомендую Прямо сейчас подписаться На телеграм канал Максим Кадакова Я Рулевой Я за рулем Я за рулем Да Я за рулем Максим Кадаков Да В телеграме Набирайте в поиске Кадаков Первый канал Это мой Подписались Задали вопрос Мы с Евгением Оперативно ответили Онлайн Смотрим на самое интересное Пытаемся ответить И Максим дал вам экспертный комментарий Чтобы не оставалось больше никаких вопросов Времени нам всегда не хватает Поэтому предлагаю сразу прям Вгрызться в новости этой недели И конечно Я подписан на много телеграм каналов различных Где обсуждаются автомобильные темы И во всех обсуждалось Нововведение Постановление правительства О том что теперь могут штрафовать Даже за видеорегистратор Даже за транспондер Срочно мужики все убираем И да и нет На самом деле Действительно написано много разного И надо конечно разобраться И мы сейчас попытаемся это сделать Что же изменилось с первого сентября По большому счету Друзья мои К правилам допуска автомобиля К эксплуатации Мало что изменилось Вот честно скажу Как требовали от нас Исправные рабочие тормозной системы Или рулевого управления Работы светотехники И прочих систем автомобиля Так оно того и теперь требует Соответственно Единственное что Облегчение какое настало Теперь не надо с собой Там обязательно иметь Аптечку Знак аварийной остановки Знак аварийной остановки И огнетушитель Хотя я думаю что Ну аварийный знак У всех есть точно Но эти вещи надо возить Не для инспектора А для себя Для себя Да У меня есть все Правда в аптечку Я давно не заглядывал Честно говоря уже не знаю Что там в ней Наверное все уже протухло И надо поменять Огнетушитель в каком состоянии Ну я боюсь что Честно говоря Он уже наверное требует замены Потому что ему уже много лет И конечно он уже там лежит 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 Надо поменять Потому что это мы действительно Ты совершенно верно заметил Возим для себя Но вот на волне Вот этих обсуждений Появили совершенно Странные новости Или реплики Например о том Что теперь ГИБДД Будет штрафовать Даже за наличие Видеорегистратора Все эти новости Появились в последние дни Вот перед первым сентября И собственно говоря Первого сентября И мне Первого сентября Звонят из МВД Не из ГИБДД А из МВД повыше И говорят Максим Александрович Вот понимаете Сейчас все стали писать О том Что теперь будут штрафовать За видеорегистратор Ну это неправильно Я такой Ну конечно неправильно Требования не изменились А требования в чем заключаются В том что У водителя Перед глазами Я простым языком Не должно быть предметов Которые ограничивают Ухудшают Обзорность С места водителя Не важно Какие это предметы Это может быть Большой планшет Это может быть И в том числе Видеорегистратор Или вот помнишь Что в советское время Ты застался Вот эти все Выемпелы вешали Обвешанные были Игрушки какие-то Это все туда Все в эту Кучку Относится Я говорю Посмотрите что у меня написано В телеграм-канале Я более чем подробно Все изложил Все правильно Да Но вот у вас на сайте За рулем Вот написано неправильно А у меня же нет возможности И смысла нет Читать до буквы Все что написано на сайте Это просто невозможно Это не моя задача Я думаю У меня у нас вроде правильно написано Я лезу на сайт А много же писали на эту тему Смотрю Самый свежий материал Все верно написано Смотрю еще один Все верно написано Смотрю еще один Ага, то есть новостники, когда пишут на одну и ту же тему какие-то с разных вариантов рассматривают, им тоже нужно придумывать новые заголовки. Вот кто-то, ну вот... Есть такое профессиональное слово, рерайт. Рерайт. Перестарались, да. Я попросил, мы все исправили. Поэтому вывод-то какой, друзья. ГИБДД и МВД, конечно, не запрещают видеорегистраторы. Об этом даже вышло отдельное разъяснение со стороны ГИБДД. Можно посмотреть, зачитывать не будем. Но возникает вопрос. Хорошо, если запрещено размещать предметы, которые закрывают обзорность, а как тогда разместить так, чтобы не было претензий со стороны сотрудника ГИБДД, со стороны инспектора? А вот на этот... Я задаю людям из МВД этот вопрос. А ответа на этот вопрос нет. И быть не может на самом-то деле, потому что машины разные. Люди разные, в разной комплекции, разного роста. Если сиденье регулируется, кто-то любит повыше, кто-то любит пониже сидеть, как говорится, попой асфальт чувствовать и так далее. И нет ответа на этот вопрос. А где критерии вообще ограниченности обзора? Критерий, понимаешь, когда машину сертифицируют, когда ее, собственно говоря, сертифицируют для того, чтобы начать выпускать на заводе и выпускать в обращении на дороге общего пользования, либо когда автомобиль приходит по импорту, значит, либо с ним сертификационные документы, либо его сертифицируют, там, конечно, все регламентировано очень жестко. Специальный прибор, вот на уровне глаз водителя, все это смотрится. И там есть, конечно, объяснение. То есть штатный зеркало заднего вида. Может стоять поводки стеклоочистителей, тоже не учитывается. И вот все, зона работы стеклоочистителя, все оценивается. И, конечно, поскольку машины разные, люди разные, как я сказал, нет единого критерия, по которому можно сказать, что вот в этом углу можно разместить видеорегистратор или еще что-то, а в этом углу нельзя. Поэтому все будет отдано на откуп конкретному инспектору, который будет проверять, если захочет ваш автомобиль. И тут все сейчас закричат, ой, вот это коррупция, вот сейчас нас будут за эти регистраторы нагибать. Я вам могу сказать о своей практике. Вот сколько я езжу на автомобиле и знаю практику, и в том числе, ну, не то чтобы я знаток судебной практики, но я не видел, не помню ни одного случая, чтобы инспекторы когда-то выписывали штрафы за, допустим, неправильное расположение видеорегистратора или радар-детектор. Друзья, если у вас были такие случаи, напишите, мы с удовольствием с Евгением почитаем, посмотрим. К чему я говорю? Я думаю, что никаких в этой связи проблем у вас не будет. Вот я к чему. Вряд ли прямо вот инспекторы будут проверять. Но это мы зациклились на обзорности с места водителя. Конечно, есть и другие требования к тормозной системе. И вот тут тоже много вопросов возникает. Вот сейчас будут контролировать, или точнее, да, потеки жидкостей, масла, и, например, из рулевого управления, или из тормозной жидкости, значит, из магистрали тормозной. И, конечно, автомобилисты спрашивают, а как инспектор в плотном подкапотном пространстве определит, вот что течет или подтекает? Но он не может устроить техосмотр на дороге. Вот, да. И даже простой вопрос. Ну, хорошо, пусть даже капает условно. Это нехорошо, но если масло капает из моторного отсека, да, из двигателя, ну, за это не штрафуют. А если из рулевого управления, то тогда все. С неисправным рулевым управлением нельзя не то что ездить, ехать к месту ремонта, нельзя вообще двигаться. Это значит машина на эвакуатор и машина на спецстоянку. Со спецстоянки вы можете забрать свой автомобиль тоже только на эвакуаторе. Вам не отдадут ее. То есть вы оплатите штраф, придете с оплаченным штрафом и придете, или приедете, точнее, на эвакуаторе на своем. Вам машину эвакуатор погрузит, вы выйдете с территории спецстоянки и вы должны ее отвезти к месту ремонта. Уж как вы будете действовать, я не знаю, может, вы снова сгрузите машину и дальше поедете, но по сути. И вот тут возникает вопрос, как будет действовать инспектор. Не знаю, потому что если, например, распределение светофар, инспектор может проверить, допустим, прибором переносным, если он у нее такой есть, или одноглазую машину, чтобы определить, даже прибор не нужен, а на форосвете другая нет. Шины тоже можно определить на глаз. Если порезы, например, до корда, это недопустимо. Такого быть не может, на таких шинах ездить нельзя. А вот потеки и прочие вещи какие-то, да, как? Органолептическим методом. То есть на глаз, на слух, на нюх, на щуп, на цвет и так далее. Посмотрим. Ну, еще раз говорю, принципиально требование к нам, к автомобилистам, в связи с нашими автомобилями, принципиально не изменилось, за исключением некоторых вещей, которые, правда, тоже очень важны. Неисправность тормозной системы. Вот этим постановлением правительства, 800, как он там, 57-й, 37-й. У меня где-то под рукой. Вот 23-го мая. 837-й. 837-й. Там теперь говорится, что к случаям неисправности тормозной системы относится и горящая лампочка неисправности АБС. И вот тут, конечно, многие автомобилисты встрепенулись. Ёлки-палки. А вот у меня там не то, что лампа АБС горит, целая гирлянда. Но все бьют себя в грудь, машинами работает исправно. Я же знаю. Я же знаю, я же ездил. Тут тоже, конечно, действительно есть дилемма. С одной стороны, почему лампочка АБС загорается, неисправность? Ну, чаще всего это неисправность датчиков. Это либо грязь забилась с течением времени, туда подсасывается пыль какая-то, в этот датчик, в механизме колеса. Либо вы поездили по какой-то грязи глубокой, на внедорожнике, допустим, да и на легковой машине по грязи ездим. Забился датчик, раз, загорелась лампочка. Тормозная система, как таковая, рабочая у вас, исправна. Она работает. Но АБС уже либо не работает, либо работает некорректно. И вот теперь этим постановлением правительства, который вот этот перечень неисправностей утвердил, теперь некорректно, так скажем, работающий АБС приравнивается к тому, что у вас неисправна тормозная система. А неисправность тормозной системы, это опять же что? Эвакуатор, спецстоянка, потому что на месте при инспекторе ГАИ вы ничего не сделаете. Кроме того, кстати говоря, помимо выписывания штрафа за все эти прегрешения, а мы говорим о нарушениях пара эксплуатации, это 500 рублей, со скидкой 250. Инспектор может выписать вам предписание. Что это значит? Инспектор, там в зависимости от вида нарушения, он может выписать штраф и выписать предписание. По своему усмотрению. Да, а может не выписывать штраф, ограничиться, может быть, предупреждением, и выписать предписание. А предписание это что? Допустим, у вас излишняя тонировка. Тонировка у нас тоже требования не изменили. 70% не меньше пропускания, светопропускания через ветровое стекло и через переднее боковое. Допустим, инспектор померил, замерил, опа, слишком сильная тонировка. Он выписывает вам штраф. Вы говорите, я вот клянусь, сниму все. А он вам выписывает предписание устранить излишнюю тонировку. А вы поймали и поехали дальше? Вы и так и поедете дальше. Но это предписание, по идее, должно попадать в электронную базу данных ГИБДД. А вы катаетесь дальше. Вас останавливают когда-то, завтра. А предписание устранить там в течение суток. Потому что так ездить нельзя. Вы катаетесь дальше. Следующий инспектор, который вас останавливает и видит в базе данных, что вас уже за это наказывали. Инспектор ГИБДД, который является сотрудником полиции, выписал вам требование, и вы не исполнили законное. Это очень важно. Это неподчинение. Ну да. Но в данном случае, да. Не исполнение законного требования сотрудника полиции, который действует в рамках законодательства. Он ничего не придумал. Он имеет на это право. Да и на самом деле и обязан это сделать. И вот тут тогда уже, друзья мои, все гораздо хуже. Потому что либо штраф 4000 рублей, либо, если я правильно помню, 120 часов обязательных работ, либо арест на срок до 15 суток. И это гораздо серьезнее все. В этом случае инспектор вас должен припроводить куда? В суд. И уже суд решит, исходя из всех обстоятельств дела, личность вашу оценит. И он решит, что с вами делать. На 15 суток вас арестовать или, не знаю, на 10 или на сколько. И вот теперь нам со всем этим надо жить. Я думаю, что... Да, меня все спрашивают. Ну что теперь, начнется террор на дорогах? Я думаю, что нет. Хотя бы потому, что у нас сотрудников ГИБДД не так много. А камеры вас, конечно, проверить не смогут. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что все-таки большинство автомобилистов, наверное, все-таки следят за тем, как они машину свою содержат. Но могут быть исключения. Например, какие? Что с автомобилистом, с частником возиться? Штраф 500 рублей, скидка 250, больше вопросов. А вот если мы говорим о грузовом транспорте, вот там совсем другая история. Вот представь, ты водитель грузовика, трака, везешь товар. Товар. Инспектор говорит, у тебя там потеки какие-то. Это неисправность, видимо, тормозной системы. Давайте-ка мы машину поместим на спецстоянку до устранения. Или там. Пока не устраните. И вот тут ты попадаешь не только на штраф. Тут у тебя компания попадает. Потому что у тебя есть поставщик груза, которому ты заплатишь неустойку. У тебя есть получатель груза, которому ты как транспортная компания должен вовремя привезти груз. А груз может быть каким-нибудь скоропортящимся. И вот тут могут быть, наверное, какие-то перегибы, как говорится, на местах. Вот хорошо бы, чтобы этого не было. Все кричат, вот они сейчас будут кошмарить, а вот у меня нет денег на то, чтобы шины купить. И вот тут два полюса, два прямо противоположных мнения. Первое мнение, это огромная армия автомобилистов считает, что действительно, время не то, чтобы гайки закручивать. Ну, поездим немножко давайте на Рухляде. Можно с этим согласиться? Тяжелое время, не у всех хватает денег, не хватает запчастей, все понятно. Но есть и другая сторона, и таких автомобилистов тоже много, а может быть даже больше, которые говорят, ну ничего себе, я содержу автомобиль в нормальном состоянии. А тут есть люди, которые готовы ездить на Рухляде, потому что у них нет денег купить зимние шины для зимы. А, кстати говоря, за шины-то теперь тоже, да, вот зимой надо ездить на зимних шинах, летом не ездить на шипованных. А человек не может купить, но при этом он что будет, подвергать опасности не только себя, но и нас. Это неправильно. Это неправильно. Если у вас нет денег на, допустим, вы не можете купить билет на самолет, вы же не врываетесь в самолет с криками, у меня нет денег, но я сейчас полечу, дайте мне место, потому что мне нужно лететь. Вот здесь то же самое. Я считаю, что все-таки, ну, друзья, мы должны содержать свой транспорт в идеальном состоянии. Мне кажется, с этим очень трудно спорить, и было бы странно, если бы кто-нибудь с этим спорил. Вот как-то так. Вопросы у нас есть? По поводу ограничений, скорее всего, потому хотят убрать все со стекла, что мешает распознавать видеокамерам, есть ли ремень или нет, говорит ли водитель по телефону или нет. Ну, может быть, но это мы можем с вами здесь дискутировать и предполагать. Да, такое тоже может быть, но я думаю, что все-таки задача-то в другом, да, чтобы перед глазами у вас, чтобы вы все видели, все, что происходит, и не только светофора, но и, самое главное, обстановка, которая вокруг нас происходит. Против недобросовестных инспекторов, которые будут вот так задерживать фуру, чтобы выманить взятку, например, можно ли ввести такую меру, что подаешь в суд, в какую-то техническую экспертизу, которая подтверждает, что машина была исправна, а инспектор не прав. Ну, конечно, это можно сделать. Проблема-то в том, что все это занимает огромное количество времени. Фура будет стоять, и будут теряться деньги. Конечно, денег, и сам глава, в первую очередь, времени. Время, а время сейчас — это деньги. Так, ну что, заглянем в телеграмму. Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся еще не раз, посмотрим, потому что только что сейчас это постановление вступило в силу 1 сентября, посмотрим, как это будет администруироваться на практике. Друзья, запомните, если вы столкнетесь с такой проблемой, обязательно пишите, обязательно разберемся на примере. Ну, и если уж совсем будет какой-то вопиющий случай, да, поможем, может быть, разобраться. Будем стараться, да. Да, будем стараться. Ну, а мы пока поедем дальше. На тему штрафов еще один важный момент. Депутат Милонов, который очень много всегда всего предлагает, иногда порой странного, иногда полезного, предлагает ужесточить наказание для обочечников. Мне кажется, в общем, идея здравая, но что конкретно он предлагает? Он конкретно, если я правильно помню, ничего не предлагает в смысле конкретных санкций, он предлагает подумать над этим, потому что проблема растет, и она большая. Я с этим согласен. Я думаю, что согласны многие автомобилисты. Вопрос в другом. Ну, допустим, ну, сейчас сколько штраф за обочину? Полторы тысячи, если я правильно помню. Его можно оплатить со скидкой 50%, 750 рублей. Значит, опять же, смотри, Жень, мы, когда говорим об основной массе автомобилистов, об основной массе автомобилистов, 750 рублей – это больно. Ну, это больно, никто не хочет платить 750 рублей. А два раза – это уже полторы тысячи. Человек, который зарабатывает своим трудом и ездит на своем автомобиле, и содержит свою семью – это большие деньги. Не наездишься. Кто гоняет по обочине, в основном люди, которым море по колено. Не только они, но в основном. Нет, есть, которые много зарабатывают, и они едут на дорогой машине, для которых эти 750 рублей… Да, либо немного зарабатывают. Зарабатывают обычно, но они являются сотрудниками какой-нибудь компании, когда начальник, босс, кто угодно говорит, давай, Вася, мы заплатим. Я знаю компании, у которых штрафов висит по несколько миллионов рублей, неоплаченных, неоплаченных. И тут машину продавать хотят, а продать машину на ней ограничения висят вдруг. А почему? А на ней 2 миллиона штрафов висит. Вообще обалдеть просто. Ну вот, ездят такие люди. То есть мы, хорошо, мы сделаем штраф, ну что, по предложению Милонову не полторы тысячи рублей, а три тысячи рублей. Мне кажется, для этих людей принципиально ничего не изменится. Как ездили, так и будут ездить. То есть мы будем еще больше злиться. Иногда мы все попадаем в какие-то странные истории. Мы знаем, колесо спустило, остановилось, камера штраф выписала. То есть обычно эти люди будут зажаты еще сильнее, а люди, которым совершенно по барабану, они так и будут ездить. И они тоже объезжают камеру. Он едет километр по обочине, потом встраивается всем, мешает в поток, где камера потом опять выезжает и едет. Еще сигналит тебе. Если ты не пропускаешься, он тебе еще сигналит, он тебе еще пытается доказать, что он здесь должен ехать. Ну, в конце концов, возможно, вообще дорожный конфликт, который оканчивается там дракой или... Или стрельбой, хуже того, да. Или там аварии какой-то. Вот, поэтому здесь важна, мне кажется, не только схема вот эта, давайте мы увеличим штраф, но важна какая-то неотвратимость наказания. Это мы сейчас можем далеко уйти, а как это сделать и так далее, но тем не менее. Ну, и вообще за какие-то... Я всегда говорю, надо вводить понятие демонстративное неуважение к обществу. Когда ты едешь по обочине со скоростью 80, а все полетутся 20, когда ты сигналишь, еще и распихиваешь, и требуешь, чтобы подвинулись, потому что ты не можешь проехать, ну, это просто демонстративное неуважение к обществу. Я вчера ехал домой, на дачу, пардон, он едет в БМВ, сигналит каким-то синим светом, каким-то супер просто ярким, и всех распихивает. Я так и не подвинулся из принципа. Так человек, когда я уже начал куда-то съезжать, я не то, что я там полосу занял, просто я еду передо мной машина, еще впереди машина в левом ряду. То есть это не вот я ряд занял. Он сигналит, он там мигает. Я когда уже подвинулся, они что-то там еще начали пытаться быковать, приближаться, чуть ли не бортом к борту касаться. Но это бред. Вот такое демонстративное неуважение к обществу, я считаю, должно караться. По идее, такой автомобиль нужно конфисковывать. Если ты как бычило ездишь, если ты считаешь, что ты круче всех, тебе не нужен автомобиль. До свидос. Все. Тебя быть на дороге не должно. Ты спросишь, как это сделать, вот над этим нужно думать. Иначе мы будем гайки закручивать, которые, в общем-то, влияют на обычных людей, которые, да, иногда нарушают. И ты, наверное, иногда на штраф попадаешь, на обидные я попадаю. Чаще всего на превышение, на 20 км в час. Ну да. Но сознательно, то есть, стараюсь никогда вообще не нарушать штрафы. Ну потому что ты платишь свои деньги, которые ты заработал. Кажется, ты не хочешь платить штрафы. Ну почему с обычного нарушителя сразу снимут эти 750 рублей судебные приставы, сразу взыщут, а вот когда до 2 миллионов штрафов доходит, сумма штрафов никто не взыскивает. И ничего не происходит. Это отдельный разговор, да. Давай на вопрос, может, у нас есть еще время до перерыва? Совсем немного, 30 секунд буквально остается. Давай пока напомню наши контакты. СМС-портал для ваших вопросов 903-170-63-63, WhatsApp, Viber и Telegram. И в Telegram вы можете также подписаться на канал «Я за рулем Максим Кадаков». Там есть отдельный специальный пост, под которым вы можете задавать вопросы. Мы на них ответим сразу же после выпуска новостей. Рулевой. Первые о главном. Итак, мы продолжаем обсуждать насущные автомобильные темы. Пока не самые веселые. Ну что, в новый введен регламент, да, новое постановление вступило силу правительственное, которое ограничивает пользование автомобилем с определенными неисправностями. Вот есть жалоба о том, что у человека потел гур, не было течи, потел, но инспектор все равно отправил на штрафстоянку. За то, чтобы забрать штрафстоянку, нужно было заплатить 30 тысяч, потому что эвакуатор нужен был только аккредитованный, имеющий договор с автосервисом. Хотя средняя стоимость эвакуатора 7 тысяч рублей. Что делать в таких случаях? А в этом случае ты ничего не сделаешь. Платить 30 тысяч. А, это ровно то, о чем я говорил. То есть со спецстоянки вы заберете машину только на эвакуаторе. Так только на том эвакуаторе можно забрать, который аккредитован? Ну, правильно, потому что эвакуатор вас на сервис вез, как бы. Да, так что, в общем-то, ничего веселого нет на самом-то деле. Так, вопросы у нас какие-то разные есть. Спрашивают Прудников Артем. АвтоВАЗ намерен разработать новую «Ладу» вместе с китайским брендом «Донфенг». Что-нибудь слышно об этом? Ну, смотрите, у ВАЗа несколько партнеров. Есть разные варианты. Обсуждать сейчас слухи, наверное, бессмысленно, потому что все может поворачиваться в разные стороны. Потому что у ВАЗа несколько партнеров. Вы знаете, и «ФАВ» партнеры, и, возможно, партнерство с «Черри». Поэтому мы сейчас обсуждать, наверное, слухи, скорее всего, не будем. В этом смысла нет. Но то, что работы ведутся по этому направлению, это да. Кроме того, опять вопрос усыпется по поводу турбомоторов и возможных на автомобилях «Лада» и по вариаторам или автоматическим коробкам передач. Но я, в принципе, вам уже говорил, что «АвтоВАЗ» будет выпускать машины с вариаторами в начале, в первом квартале 2024 года. И оно так и будет. По всякому, планы пока не поменялись. Турбомоторы, наверное, в ближайшее время нет. Еще спрашивают про мотор 1.8. Что с ним будет? Хороший мотор. И понятно, что он импортозависимый. Вот пишут нам очень такие слушатели у нас продвинутые, конечно. Возобновит ли «АвтоВАЗ» его производство? Да, безусловно, возобновит. Вы помните, мы обсуждали и по телевизору очень много показывали, вот эту ауру длинную, да, это длинная «Веста». Вот на той машине, которую всем демонстрировали, которую показывали на Питерском международном экономическом форуме, на других площадках, там как раз стоит связка мотора 1.8 ВАЗовского и вариатора зарубежного. Вот эта связка, она и появится на автомобиле «Хлада». Я надеюсь, вот в первом квартале 2024 года. Как будут выпускать этот вариатор, это уже вопрос такой, как говорится, дискуссионный. Его могут полностью по импорту получать, и, наверное, будут какое-то время получать. Возможно, организация его литензионной сборки. Посмотрим, как это будет решено. Но то, что будет, это точно. По поводу сервиса, ну, немножко с другой стороны, меня задело, знаешь, какое сообщение? Пишет подписчик о своей истории. Я все зачитывать, конечно, не буду, но... То есть, история с ТО0? Да, суть очень, конечно, такая печальная. Новая машина, правда, не написано какая. Пробег 3360 километров, да, 3367. 5 месяцев эксплуатации с момента покупки. И отказали ему в гарантийном ремонте. Потому что ТО0, который он проводил, запутано в длинных хитросплетениях договоров. То ли оно официальное, то ли оно неофициальное. То есть, сервис проводил эту историю. И теперь ему, да, вот он... Я так понимаю, что на ТО0 произошла утечка масла, и... Да, 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 да. И, значит, накрылась коробка передачи. Вот он не может, правда, найти. И 4 года человек судится. Вот это, конечно, полное безобразие. Если вы поняли, в чем, да, суть. Мне кажется, я даже уверен, что человек, который покупает новый автомобиль, ему навязывают какое-то нулевое ТО, запутывают его в договорах, да, особенно, когда это производит какая-то там сервисная станция. И потом человек не может правду найти. Вот я считаю, что против таких бизнесменов и против таких компаний нужно действовать предельно жестко. То есть, человек не может найти правды. Вот это меня просто убивает. Причем экспертиза даже показала, да, что... Я там читал дальше, что это не он виноват, что это во время ТО сделано. Но ТО по документу вроде как бы и не совсем официальное. То есть, ему навязывают, из него снимают деньги. Да, любая добросовестная компания просто бы давно уже выплатила ему компенсацию. Почему это происходит? Это происходит по двум причинам. Первая причина. У нас, согласно нашему закону о защите прав потребителей, ответчиком является продавец. Продавец. Вы приходите в компанию, которая вам продала автомобиль. Дилер. По-нашему просто дилер. Или автосалон, как угодно называйте. Автосалон, я не защищаю, объясняю. Он тоже, в общем-то, зажат между покупателем, нами, и производителем. Потому что право получить дилерство, это не только право, это ещё и обязанности. Это большие расходы. Производитель что говорит? Так, у тебя автосалон какой-то не такой, нам нужен вот такой-то... Площадь, цвет. Площадь, цвет, оформление, чтобы только такие стулья, чтобы только такая мебель, как будто покупатель не может на другой мебели сидеть. Вложение... Подвижные пути какие-нибудь. Да, всё, всё, всё. Значит, ты вложился, производитель говорит тебе. Не, подожди, что значит ты две машины продашь? Ты должен выкупить 100 автомобилей, и дилер выкупает 100 автомобилей, потом уже там пытается их продать. То есть, сумасшедшие вложения. С другой стороны, есть потребительский экстремизм. Такие люди тоже есть, которым там, не знаю, кривая строчка на сиденье, замените мне автомобиль. Вот. И я понимаю, что они тоже пытаются выкручиваться. Но самое главное, что ответственность несёт не производитель по нашему законодательству, а дилер. Если дилер имеет нормальное отношение с производителем, если производитель говорит, парень, приходит человек с проблемами с коробкой, коробку меняем без проблем, да дилер поменяет. Ему с вами тягаться в судах тоже неинтересно. Но всё это не так. И поэтому, когда вы приходите с проблемой с такой, дилер, понимая, что ему ещё надо потом как-то всё это дело провести и договориться с производителем о замене коробки, об оплате точнее, да, замены коробки, он начинает вот вас вводить в заблуждение. Вот из-за чего всё это происходит. А сейчас, когда производители ушли, тем более вот такая проблема возникает. Но в любом случае, я считаю, что когда с покупателем, который отдал деньги за новый автомобиль, новые 3000 пробега, гарантия, и когда с ним обращаются таким хамским способом, я считаю, что наши все структуры должны стоять, первое, на страже покупателя, раз, и второе, сделать так, чтобы этот автоном вообще никогда больше не торговал. Надо закрывать такие предприятия, надо запрещать либо владельцам, либо управляющим директорам вообще бизнесом заниматься, минимум года на три. Всё, до свидания, если ты так общаешься с покупателем. Что я рекомендую вам? Судя по тому, что вы написали, правда на вашей стороне. Вы считаете, что суд первой инстанции вынес, после всех этих экспертиз и так далее, вынес несправедливое решение. У вас есть два пути. Первое, вы можете подавать апелляцию в суды более высокой инстанции, это ваше право. И второе, вы имеете право обратиться в другие инстанции, если считаете, что суд намеренно, так скажем, аккуратно принимает несправедливое решение. У нас инстанциями, которые обязаны заниматься противодействием коррупции, это всем известные структуры. Это прокуратура, это ФСБ и это Следственный комитет. Да, спасибо. Вы во все эти структуры можете обратиться с жалобом заявлений. Вот если вы считаете, что вы в этой истории правы абсолютно, вы можете написать заявление в трёх экземплярах, да, вот туда-то копия, туда-то, допустим, прокуратуру, копию ФСБ, копию Следственный комитет. И написать все обстоятельства дела, написать свою жалобу. Потому что это, конечно, полнейшее безобразие. Поехали дальше. Можно было бы, наверное, назвать салон, но, наверное, не будем, потому что это... А я даже и не нашёл, как называется. Но я думаю, поскольку это общая история, я думаю, что... Придётся это нам потом ещё судиться. Так, ну, самые насущные проблемы по поводу цен. Несмотря на такое отвратительное отношение некоторых дилеров, несмотря на какие-то грехи, проблемы с дефицитом продажи растут. И в августе мы, ну, пока не подсчитаны, установили новый рекорд. Мы купили больше 100 тысяч автомобилей. В июле было 95, сейчас 100 там с хвостиком считают. Да. Непонятно, как это происходит. Для меня загадка. Когда всё дорожает, продажи растут. У тебя вопрос о чём? Почему дорожает или почему люди покупают? Почему люди покупают, да? Скорее, почему покупают? Потому что люди находятся в панике и понимают, что им надо пристроить куда-то свои деньги. И понимают, что, возможно, будет дороже. И бегут. И в этом, конечно, действительно у меня глаза тоже на лоб лезут. Потому что многие дилеры в ситуации нехватки автомобилей. Берём автотор. Вот я недавно на автоторе был. Я говорю, где машина? А он говорит, мы не рассчитали. Мы не рассчитали. Спрос такой. Не рассчитывали и это продать. Ну, потому что у тебя производство, я всегда всем объясняю, это очень долгая и сложная цепочка. Особенно, когда ты зависим от комплектующих. Ты не можешь просто вот так, ой, что-то спрос увеличился. Раз. И на следующей неделе собрать ещё тысячу автомобилей. Или пять тысяч автомобилей. Это невозможно. Просто не рассчитали. Приходит дилер, дайте мне 100 автомобилей, дайте мне 500 автомобилей. Я заплачу прямо сейчас. Потому что я завтра их продам. Нет машин. Не хватает. И это не по всем брендам и не по всем моделям. Но по многим так. Машины ещё едут, а их уже фактически распределили по покупателю. Ну и, наверное, этот дефицит, он провоцирует ещё больше увеличение цен. Да. Ну, увеличение цены идёт по разным причинам. Понятно, что курс рубля. Новые закупки по другому курсу делаются. Вот всё, что к нам приедет осенью, закупается сейчас или закупалось какое-то время назад. Условно, летом. Цикл доставки 2-3 месяца. Около того. Всё придёт по более высоким ценам. Раз. Во-вторых, перевозка ещё подорожала. Сейчас же проблема привезти автомобиль. Даже если у тебя есть. Это огромная проблема. Почему меня все спрашивают? Да потому что у нас то не хватает автовозов, прицепов, то не хватает голов, как говорят специалисты. Ну, головастиков, то есть траков, самих тяготей. Почему? А куда они делись? Ну, во-первых, было огромное количество старых машин, которые выбывают. Во-вторых, их просто перекинули на перевозку контейнеров, потому что у нас огромное количество грузов идёт откуда? С востока теперь. Одно дело, когда ты ехал, допустим, до европейской границы и приезжал обратно. Ну, допустим, мы говорим про центральную часть России. Сколько там? Два дня туда, два дня обратно. И доехать куда-нибудь до, не знаю, до Восточной Сибири. Перегрузиться там. Это ты неделю туда едешь, а неделю обратно. Вот тебе, пожалуйста. Водителей стало меньше. Вообще, я слышал, что этот как раз грузовой рынок сейчас растёт из-за увеличения спроса. Растёт, зарплаты растут. И всё это в итоге. То нет прицепов, автовозов, то не хватает голов, то нет водителей. Все друг у друга перекупают этих водителей. Водители грузовиков тоже, в общем-то, ведут себя специфически. То есть они приходят, им компания говорит. «Слушай, Вась, ты там зарабатываешь условно 100 тысяч рублей, приходи к нам, мы тебе готовы платить 150». Вот тебе даже какое-то предложение. Он берёт эту бумагу и идёт в свою компанию и говорит. «Слушайте, вы мне тут платите 100, мне вот там предлагают 150. Если вы мне не заплатите 170 или 200, я вас работать не буду». Я цифры с потолка беру, но сейчас водители грузовиков траков вот этих зарабатывают очень хорошо. И так во всём. Когда компании сейчас, крупные поставщики, я не буду продавцы автомобилей, производители даже, бренды, бренды, я не буду их называть, чтобы никого не обидеть. Но я знаю, что есть такие истории, когда они говорят, приходят уже в транспортные компании, которые возят автомобили и говорят, вам фирма «Х», прямой конкурент, платит сколько за один трак, за километр, там в километрах всё, километрах пробега, столько-то, мы заплатим столько плюс 20 процентов, только возите наши автомобили. Сейчас, да, и всё это повышается.